Поповские подрясники Такими словами встретил старой Бульба Двух сыновей своих, учившихся в Киевской Бурсе И приехавших домой к отцу Сыновья его только что слезли с коней Это были два дюжих молодца, еще смотревшие из-под лобья Как недавно выпущенные семинаристы Крепкие и здоровые лица их Были покрыты первым пухом волос Которого еще не касалась бритва Они были очень смущены таким приемом отца И стояли неподвижно, потупив глаза в землю Стойте, стойте, дайте мне разглядеть вас Хорошенько, продолжал поворачивать их Он, какие же длинные на вас свитки Какие свитки, таких свиток еще и на свете не было А побеги, который-нибудь из вас Я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшись в полой Не смейся, не смейся, батьку, сказал наконец старший из них Смотри, ты какой-то пышный, отчего бы не смеяться Да так, хоть ты мне и батька А как будешь смеяться, то ей богу поколочу Ах ты, секой такой сын, как батька, сказал Тарас Бурба Отступивший с удивлением несколько шагов назад Да хоть и батька, за обиду не посмотрю и не уважу никого Как же хочешь ты со мной биться, разве на кулаки? Да уж, как бы то ни было Ну давай на кулаки, говорил Тарас Бурба за сучу рукава Ой, выступай, моя больная армия Школьная собрала, больная крыла И отец сына вместо приветствия После давней отлучки начали насаживать друг другу тумаки И в бока, и в поясницу, и в грудь То отступая, то оглядываясь, то вновь наступая Смотрите, добрые люди, отурел старый Совсем спятил с ума, говорила бредная, худощавая, добрая мать их Стоявшая у порога, не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих Дети приехали домой, больше году их не видали А он задумал не весь что, на кулаки биться Да он славно бьется, говорил Бурба, остановлюшись Ей-богу, хорошо Добрый будет казак, добрый Ну, здорово, сынку, здорово, почеломкаемся И отец с сыном стали целоваться Добрый, сынку, добрый Вот так колоти всякого, как меня тузил Никому не спускай И все-таки на тебе смешное убранство Что это за веревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил? Говорил он, обращаясь к младшему Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня? Вот еще что вздумал, говорила мать Обнимавшая между тем младшего И придет же в голову эдакое Чтобы дитя родное било отца Да будто и до того теперь Дитя молодое, приехало столько пути, утомилось Это дитя было двадцати с лишним лет И ровно всажен ростом Не слушай сынку матери, она баба Она ничего не знает Ничего Какая вам нежба? Ваша нежба Чистое поле Да добрый конь Вот ваша нежба А видите вон эту саблю Вот ваша матерь Это все трянь, чем набивают головы ваши И академии, и все эти книжки, эти бухгарии, философии Все это казнащой И плевать на все это Здесь бурьба пригнал строку Такое слово, которое даже не употребляется в печати А вот лучше я вас На той же неделе отправлю На Запорожье Вот где наука Так наука Там вам школа Там только наберетесь разу Бурьба По случаю приезда сыновей И лел созвать всех сотников И весь полковой чин, кто только был на лицо И когда пришли двое из них И Саул Дмитротовкач, старый его товарищ Он им тотчас же представил сыновей Говоря Вот смотрите, какие молодцы Насечь их скоро пошлю Гости поздравили и Бурьбу И обоих юношей И сказали им Что доброе дело делают И что нет лучше науки Для молодого человека Чем запорожская сечь Ну ж, паны, браты Садись всякий Где кому лучше за стол Ну, сынки Прежде всего Выпьем Горилки Так говорил Бурьба Боже, благослови Будьте здоровы, сынки И ты, Остап И ты, Андрей Дай же, Боже Чтоб вы на войне Всегда были Удачливы Чтобы Бусурмены убили И турков Не били И татарву Били бы Когда И ляхи Начнут Что против Веры нашей Чинить То и ляхов Бы били Ну Подставляешь Свою чарку А что Хороша, Горилка А как По латыни Горилка Тот, сынку Дурни были Латинцы Они и не знали Если на спите Горилка Как бишь его звали Что латинский Вирши писал Я грамоте Разумею Не сильно А потому и не знаю Гораций Что ли Ишь Какой батька Подумал Про себя Старший сын Остап Все старый Собака знает А еще и Прикидывается Эх Я думаю Архимандрит Не давал вам И понюхать Горилки Продолжал Тарас А признайтесь Сынки Крепко стигали Вас березовыми И свежим Вишняком По спине И по всему Что не есть У казака А может Так как вы Сделались Уж слишком Разумные Так может И плетюганами Пороли Чай не только По субботам А доставалась И в середу И в четверт Нечего Батька вспоминать Что было Отвечал Холоднокровно Остап Что было То прошло О вот Пусть теперь Попробует Сказал Андрей Пусть только Теперь кто-нибудь Зацепит Вот пусть Только подвернется Теперь какая-нибудь Таторва Будет знать Она Что за вещь Казацкая Сабля Ну какого Дьявола Мне здесь ждать Чтоб я Стал Гречкосеем Да Володом Глядел За овцами Да За свиньями Да Бабиться Женою Да Пропади Она Я Казак Не хочу Не хочу Ну так Что Что Нет Войны Я Так Поеду На Запорожье Погулять Ей Богу Поеду И старый Бульба Мало По малу Горячился Горячился Наконец Рассердился Совсем Встал Из-за Стола И Просприосанившись Топнул Ногою Завтра Же Едем Зачем Откладывать Какого Врага Мы можем Здесь Высидеть На что Нам Эта Хата К Чему Нам Это Все Это На Что Эти Горшки Сказав Это Он Начал Колотить И швырять Горшки Фляжки Бедная Старушка Привыкшая Уже К таким Поступкам Своего Мужа Печально Глядела Сидя На Лавке Она Не смела Ничего Говорить Но Услышав О таком Страшном Для нее Решении Она Не могла Удержаться От Слез Взглянула На Детей Своих С которыми Угрожала Ей Такая Скорая Разлука И Никто Бы Не мог Описать Всей Безмолвной Силы Ее Горести Которая Казалось Трепетала В глазах Ее И В судорожно Сжатых Губах Бульба Был Упрям Страшно Это Был Один Из Тех Характер Которые Могли Возникнуть Только В тяжелый Пятнадцатый Век На Полукачующем Углу Европы Когда Вся Южная Пермь Новобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников. Когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек, когда бранным пламенем объялся древлемирный славянский дух, и завелось казачество, широкая, разгульная замашка русской природы. Это было точно необыкновенное явление русской силы, его вышибло из народной груди огнево бед. Уже известно из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее нам прокинуть. Короли польские, очутившиеся на место удельных князей, властителями всех пространных земель, хотя отдельными и слабыми, поняли значение казаков. И выгоды таковой бранной стражевой жизни, они поощряли их и льстили сему расположению. Под их отдельной властью гетманы, избранные из среды самих же казаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи. Это было строевое, собранное войско. Его бы никто не увидал, но в случае войны и общего движения, в 8 дней, не больше, всякий являлся на коне во всем своем вооружении, получа один только червонец платы от короля. И в две недели набиралось такое войско, Какого бы ни в силах были набрать, никакие рекрутские наборы. Кончился поход, воин уходил в луга и пашни на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво, И был вольный казак. Кроме реестровых казаков, считавших обязанности являться во время войны, можно было во всякое время, в случае большой потребности, набрать целые толпы охочек аммония. Стоило только и Саулам пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек И прокричать во весь голос, Павши на телегу, Эй, вы, пивники, броварники, Полно вам пиво варить, да валяться по запечьям, Да кормить своим жирным телом мух, Ступайте славой рыцарской и чести добиваться, Вы, лугари, рычкосии, Обчепасы, баболюбы, Полно вам за плугом ходить, Да пачкать в земле свои желтые чоботы, Да подбираться к жиркам и губить свою рыцарскую силу, Пора доставать казачкой лавы. И слова эти были, как искры, попавшие на сухое дерево, Пахар ломал свой плуг, Проварив пивовары, Кидали свои кадни и разбивали бочки, Ремесленники и торгаши посылали к черту и ремесло и лавку, Били горшки в доме, И все, что ни было, садилось на коня, Словом, русский характер получал здесь могучий, широкий размах, Дюжую наружность. Тарас был один из числа коренных старых полковников. Весь он был создан для бранной тревоги И отличался грубой прямотой своего нрава. Он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил он в села, Где только жаловались на притеснение арендаторов, И на прибавку новых пошлин с дыма. Чем вы раны рубаные, Чем вы раны рубаные, Тарара, чем вы раны рубаные, Острая шашка рубаные, Теперь он тешил себя заранее мыслью, Как он явится с двумя сыновьями на сечь И скажет, Вот посмотрите, Каких я молодцов привел к вам, Как представит их всем старым, Закаленным в битвах товарищам, Как поглядит на первые подвиги их В ратной науке и бражничестве, Которое почитал также одним из главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних, Но при виде их свежести, рослости, Могучей телесной красоты Вспыхнул воинский дух его, И он на другой же день не решился Ехать с ними сам, Хотя необходимостью этого была Одна упрямая воля. Ну, дети, Теперь надо было спать, А завтра Будем делать То, что Бог даст. Да не стели нам постель, Нам не нужна постель, Мы будем спать На дворе. Ночь еще только Обняла небо, Но Бульба всегда Ложился рано. Он развалился на ковре, Докрылся бараньим тулупом, Он вскоре Захрапел И за ним Последовал Весь двор Все, Что не лежало В разных его углах, Захрапела И запела, И одна бедная мать Не спала. Она приникла К изголовью Дорогих сыновей своих, Лежавших рядом, Она расчесывала гребнем Их молодые Небрежно Всклокоченные кудри И смачивала их Слезами. Она глядела на них Вся, Глядела Всеми чувствами, Вся превратилась В одно зрение И не могла Наглядеться. Она Вскорбила их Собственной грудью, Она Возрастила, Взлелеяла их И только на один миг Видит их перед собою. Цены мои Цены мои Цены мои Милые Что будет с вами? Что ждет вас? Говорила она И слезы Остановились В морщинах, Изменивших ее Когда-то Прекрасное лицо. Она С жаром, С страстью, С слезами, Как степная чайка, Велась Над детьми И своими. Ее Сыновей Ее Милых Сыновей Берут От нее Берут Для того, Чтобы Не увидеть Их Никогда. Кто Знает, Может быть, При первой Битве Татарин Срубит им Голову И она Не будет Знать, Где лежат Брошенные Тела их, Которые Расклюют Хищные Подорожные Птицы И за каждую Каплю Крови Их Она Отдала Бы Себя Всю. Ах, Льдая, Она Им В очи Глядела, Когда Всемогущий Сон Начинал Уже Смыкать Их И думала Авось Либо Бульба Проснувшись Отстрочит Денька На два Отъезд Может быть Он Задумал Оттого Так Скоро Ехать Что Много Выпил Месяц Свышенный Небо Давно Уже Зарял Весь Двор Наполненный Спящими Густую Кучу Верб И Высокий Бурьян В котором Потонул Частокол Окружающий Двор Она Все Сидела В головах Милых Сыновей Своих Ни на минуту Не сводила С них Глаз И не думала Сне Уже Кони Чуя Рассвет Все Полегли На траву И Перестали Есть Верхние Листья Верб Начали Лепетать И Мало Помалу Лепечущая Струя Спустилась По ним До Самого Низу Она Просидела До Самого Света Вовсе Не Была Утомлена И Внутренне Желала Желала Чтобы Ночь Протянулась Как Можно Дольше Со Степи Понеслось Звонкое Ржание Жеребенка Красные Полосы Ярко Сверкнули На небе Бульба Вдруг Проснулся И Вскочил Он Очень Хорошо Помнил Все Что Приказывал Вчера Ну Хлопцы Полно Спать Пора Пора Напойте Коней А где Стара Так он Обыкновенно Называл Жену Свою Живее Стара Готовь Нам Есть Путь Лежит Великий Бедная Старушка Лишенная Последней Надежды Уныло Поплелась В хату Между тем Как она Со слезами Готовила Все Что нужно К завтраку Бульба Раздавал Свои Приказания Возился На конюшне И сам Выбирал Для детей Своих Лучшее Убранство Бурсаки Вдруг Преобразились На них Явились Вместо Прежних Запачканных Сапогов Цафьянные Красные С серебряными Подковами Шаровары Шириною В черное Море С тысячью Складок И со сборами Перетянулись Золотым Очкуром К очкуру Прицеплены Были Длинные Ремешки С кистями И прочими Побрякушками Для трубки Казакин Алого цвета Сукна Яркого Как огонь Опоясался Узорчатым Поясом Чеканные Турецкие Пистолеты Были Заткнуты За пояс Сабля Брякала По ногам Их лица Еще мало Загоревшие Казалось Похорошели И побелели Молодые Черные Усы Теперь Как-то Ярче Оттеняли Близну Их И здоровый Мощный Цвет Юности Они Были Хороши Под черными Бараньями Шапками С золотым Верхом Бедная Мать Как Увидала Их И слова Не могла Промолвить И слезы Остановились В глазах Ее Ну Сыны Все готово Нечего мешкать Произнес Наконец Бульба Теперь По обычаю Христианскому Нужно Перед Дорогою Всем Присесть Все Сели Не выключая Даже и хлопцев Стоявших Почтительно У дверей Теперь Благослови Мать Детей Своих Сказал Бульба Моли Бога Чтоб Они Воевали Храбро Защищали Мы Всегда Честь Лыцарскую Чтобы Стояли Всегда За Веру Христовую А не то Пусть Лучше Пропадут Чтобы И духу Их Не было На свете Мать Слабая Как мать Обняла Их Вынула Две Небольшие Иконы Надела Им Рыдая На шею Пусть Хранит Вас Божья Матерь Не забывайте Сынки Мать Вашу Пришлите Хоть Весточку О себе Далее Она не могла Говорить Ну Пойдем Дети Сказал Бульба У крыльца Стояли Оседленные Кони Бульба Скочил На своего Черта Который Бешено Отшатнулся Почувствовал На себе Двадцатипудовое Время Потому что Тарас Был Чрезвычайно Тяжелый Толст Когда Увидала Мать Что уже И сыновья Ее Сели На коней Ах Кинулась К меньшему У которого В чертах Выражалось Более Какой-то Нежности Она Схватила Застремя Она Прилипнула К седлу Его И с отчаянием В глазах Не упуская Его Из рук Своих Два Дюжих Казака Взяли Ее Бережно И унесли В хату Но Когда Выехали Они За ворота Она Со Всею Легкостью Дикой Козы Несообразно Ее Ее Летам Выбежала За ворота С непостижимою Силою Остановила Лошадь И обняла Одного Из сыновей С какой-то Помешанную Бесчувственную Горячностью Ее Опять Увели Молодые Казаки Смутно Ехали И удерживали Слезы Боясь Отца Который С своей Стороны Был тоже Несколько Смущен Хотя Старался Этого Не показывать День Был Серый Зелень Сверкала Ярко Птицы Щепетали Как-то Разлад Они Проехавши Оглянулись Назад Хутор Их Как будто Ушел В землю Только Видны Были Над землею Две трубы Скромного Их домика До вершины Дерев По сучам Которых Они лазили Как белки Один только Дальний луг Еще Слался Перед ними Тот луг По которому Они Могли Припомнить Всю историю Своей жизни От лет Когда катались Поросистой Травееву До лет Когда поджидали В нем Чернобровую Казачку Боязливо Перелетавшую Через него С помощью Своих Свежих И быстрых Ног Вот Уже один Только шест Над колодцем С привязанным Вверху Колесом От телеги Одиноко Торчало В небе Уже Равнина Которую Они проехали Кажется Издали Горою И Все Собою Закрывало Прощайте И детство И игры И все 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 Три всадника Ехали Молчаливо Старый Тарас Думал О давнем Перед ним Проходила Его молодость Его лета Его протекшие лета О которых Всегда плачет Казак Желавший бы Чтобы вся его жизнь Была молодость Он думал О том Кого Он встретит На сече Из своих Прежних Сотоварищей Он Вычислял Какие Уже Перемерли Какие Живут Еще Слезы Тихо Круглились На его Зенице И Посидевшая Голова Его Уныло Понурилась Сыновья Его Были Заняты Другими Мыслями Но Нужно Сказать Поболее О сыновьях Его Они Были Отданы По 12 Году В Киевскую Академию Потому Что Все Почетные Сановники Тогдашнего Времени Считали Необходимостью Дать Воспитание Своим Детям Хотя Это делалось Тем Чтобы После Совершенно Позабыть Его Они Тогда Были Как Все Поступившие В Бурсу Дики Воспитаны На свободе И Там Уже Они Обыкновенно Несколько Шлифовались И получали Что-то Общее Делающее Их Похожими Друг на Друга Старший Остап Начал С того Своё Поприще Что В первые Годы Ещё Бежал Его Возвратили Высекли Страшно И засадили За книгу Четыре Раза Закапывал Он Свой Букварь В землю И Четыре Раза Отодравши Его Бесчеловечно Покупали Ему Новый Но Без Сомнения Он Повторил Бый Пятый Раз Если Бый Отец Не Дал Ему Торжественного Обещания Продержать Его В монастырских Служках Целых Двадцать Лет И Не Поклялся Наперёд Что Он Не Увидит Запорожья Во Веки Если Не Выучиться В Академии Всем Наукам Любопытно Что Это Говорил Тот Самый Тарас Бульба Который Бронил Всю Учёность И Заветовал Как Мы Уже Видели Детям Вовсе Не Заниматься Ею С Этого Времени Остап Начал С Необыкновенным Старанием Сидеть За Скучную Книгою И Скоро Стал Наряду С Лучшему Остап Считался Всегда Одним Из Лучших Товарищей Он Редко Предводительствовал Другими В дерзких Предприятиях Обобрать Чужой Сад Или Огород Но Зато Он Был Всегда Одним Из Первых Приходивших Под Знамена Предприимчивого Бурсака И Никогда Ни в Каком Случае Не Выдавал Своих Товарищей Никакие Плети и Розги Не могли Заставить Его Это Сделать Он Был Суров Другим Побуждением Кроме Войны И Разгуль Пирушки Меньшой Брат Его Андрей Имел Чувства Несколько Живее И Как-то Более Развитые Он Учился Охотнее И Без Напряжения С Каким Обыкновенно Принимается Тяжелый И Сильный Характер Он Был Изобретатель Своего Брата Чаще Являлся Предводителем Довольно Опасного Предприятия И Иногда С помощью Изобретательного Ума Своего Умел Увертываться От Наказания Тогда Как Брат Его Остап Отложивший Всякое Попечение Скидал С себя Свитку И Ложился На пол Вовсе Не думая Просить О Помиловании Он Также Кипел Жаждой Подвига Но Вместо С нею Душа Его Была Доступна И Другим Чувствам Потребность Любви Вспыхнула В нем Живо Когда Он Перешел За 18 Лет Женщина Чаще Стала Представляться Горячим Мечтам Его Он Слушая Философические Диспуты Видел Ее Поминутно Свежую Черноокую Нежную Перед ним Беспрерывно Мелькали Ее Сверкающие Упругие Перси Нежная Прекрасная Вся Обнаженная Рука Самое Платье Облипавшее Вокруг Ее Девственных И вместе Мощных Членов Дышало В мечтах Его Каким-то Невразимым Сладострастием Он Тщательно Скрывал От своих Товарищей Эти движения Страстей Юношеской Души Потому что В тогдашний Век Было Стыдно И бесчестно Думать Козаку О женщине И любви Не отведав Битвы Вообще В последние Годы Он Реже Являлся Предводителем Какой-нибудь Ватаги Но Чаще Бродил Один Где-нибудь В уединенном Закоулке Киева Потопленном В вишневых Садах Среди Низеньких Домиков Заманчиво Глядевших На улицу Иногда Он Забирался В улицу Аристократов В нынешнем Старом Киеве Где жили Малороссийские И польские Дворяне И Домы Были Выстроены С некоторой Прихотливостью Один раз Когда он Зазевался Наехала Почти на него Колымага Какого-то Польского Пана И сидевший На козлах Возница С пристрашными Усами Хлыстнула Его Довольно Исправно Бечом Молодой Бурсак Вскипел С безумной Смелостью Схватил он Мощной Рукой Своей За заднее Колесо И остановил Колымагу Но кучер Опасаясь Разделки Ударил По лошадям Они рванули И Андрей К счастью Успевший Отхватить руку Шлепнулся На землю Прямо Лицом В грязь Самый Звонкий И гармонический Смех Раздался Над ним Он Поднял Глаза И увидел Стоявшую У окна Красавицу Такой Еще Не видывал Отроду Черноглазую И белую Как снег Озаренный Утренним Румянцем Солнца Она Смеялась От всей Души И смех Придавал Сверкающую Силу Ее Ослепительной Красоте Он Оторопел Он Глядел На нее Совсем Потерявшись Рассеянно Обтирая С лица С своего Грязь Которую Еще Более Замазывался Кто бы Была Эта Красавица В следующую Ночь Свойственную Одним Бурсакам Дерзостью Он Пролез Через Чистаков Сад Влез На дерево Которое Раскидывалось Ветвями На самую Крышу Дома С дерева Перелез Он на крышу И через Трубу Камина Пробрался Прямо В спальню Красавицы Которая В это Время Сидела Переда Свечою И вынимала Из ушей Своих Дорогие серьги Прекрасная Полячка Так испугалась Увидевшего Друг Перед собою Незнакомого Человека Что не могла Произнести Ни одного Слова Но когда Приметила Что Бурсак Стоял Потупив Глаза И не смея От робости Пошевелить Рукою Когда узнала В нем Того же Самого Который Хлопнулся Перед ее Глазами На улице Смех Вновь Овладел Ею Притом В чертах Андрея Ничего не было Страшного Он был Очень хорош Собою Она от души Смеялась И долго Забавлялась Над ним Красавица Была Ветренно Как Полячка Но глаза Ее Глаза Чудесные Пронзительно Ясные Бросали Взгляд Долгий Как Постоянство Бурсак Не мог Пошевелить Рукою И был Связан Как в мешке Когда дочь Воеводы Смело Подошла К нему Надела Ему На голову Свою Блистательную Диадему Повесила На губы Ему Серги И накинула На него Кисейную Прозрачную Шемезетку Свистонами Вышитыми Золотом Она Убирала Его И делала С ним Тысячу Разных Глупостей С развязностью Детяти Которую Отличаются Ветреные Полячки И которая Повергла Бедного Бурсака В еще Большее Смущение Он Представлял Смешную Фигуру Раскрывший Рот И глядя Неподвижно В ее Ослепительные Очи Раздавшийся В это время У дверей Стук Испугал Ее Она Велела Ему Спрятаться Под кровать И как только Беспокойство Прошло Она Кликнула Свою Горничную Пленную Татарку И дала Ей Приказание Осторожно Вывести Его В сад И оттуда Отправить Через Забор Он Встретил Ее Еще Раз В Костеле Она Заметила Его И Очень Приятно Усмехнулась Как Давнему Знакомому Он Видел Ее Вскольз Еще Один Раз А после Этого Воевода Ковенский Скоро Уехал И вместо Прекрасной Черноглазой Полячки Выглядывало Из окон Какое-то Толстое Лицо Вот О чем Думал Андрей Повесил Голову И потупил Глаза В гриву Своего Коня А между Тем Степь Уже Давно Приняла Их Всех В свои Зеленые Объятия И Высокая Трава Обступившись Крыла Их И только Казачьи Черные Шапки Одни Мелькали Между Ее Колось Эй Что же Это Вы Хлопцы Так Притихли Сказал Наконец Бульба Очнувшись От Своей Задумчивости Как Будто Какие Нибудь Чернецы Ну Разом Все Думки К Нечистому Берите В зубы Люльки Да Закурим Да Пришпорим Коней Да Полетим Так Чтобы Птица Не Угналась За Нами И Казаки Пригнувшись Коням Пропали В траве Уже Черных Шапок Нельзя Было Видеть Одна Только Струя Сжимаемой Травы Показывала След Их Быстрого Бега Солнце Выгнуло Давно На расчищенном Небе И живительным Теплотворным Светом Своим Облило Степь Все Что Смутно И сонно Было На душе У казаков Вмиг Слетело Сердца Их Встрепенулись Как Птицы Степь Чем Далее Тем Становилось Прекраснее Тогда Весь юг Все то Пространство Которое Составляет Нынешнюю Новороссию До самого Черного Моря Было Зеленую Девственную Пустыню Никогда Плух Не проходил По неизмеримым Волнам Диких Растений Одни Только Кони Скрывавшиеся В них Как в лесу Вытоптывали Их Ничего В природе Не могло Быть Лучше Вся Поверхность Земли Представлялась Зелено-золотым Океаном По которому Брызнули Миллионы Разных Цветов Сквозь тонкие Высокие Стебли Травы Сквозили Голубые Синие Лиловые Волошки Желтый Дрог Выскакивал Вверх Своей Непермидальной Верхушкой Белая Кашка Зонтикообразными Шапками Пестрела На поверхности Занесенный Бог знает Откуда Колос Пшеницы Наливался В гуще Под тонкими Корнями Шмыряли куропатки Вытянув Свои шеи Воздух Был наполнен Тысячью Разных Птичьих Свистов В небе Неподвижно Стояли Ястребы Распластав Свои крылья И неподвижно Устремив Глаза Свои В траву Крик Двигавшийся В стороне Тучи Дикой Гусей Отдавался Бог Весть В каком Дальнем Озере Из травы Подымалась Мерными Взмахами Чайка И роскошно И только мелькает Одною черную Точкою Вот она Перевернулась Крылами И блеснула Перед солнцем Черт вас Возьми Степи Как вы Хороши Путешественники Ехали без всяких Приключений Нигде Не попадались Им деревья Все та же Бесконечная Вольная Прекрасная Степень Через три дня После этого Они были уже Недалеко от места Бывшего предметом Их поездки В воздухе Вдруг Захолодело Они почувствовали Близость Днепра Вот он Сверкает Вдалив И темной Полосою Отделился От горизонта Он веял Холодными Волнами И растевался Ближе Ближе И наконец Обхватив Половину Всей поверхности Земли Это было То место Днепра Где он Да то ли Спертый Порогами Брал Наконец Своё И шумел Как море Разлившееся По воле Где брошенные В середину Его острова Вытесняли Его Еще далее Из берегов И волны Его Слались Широко По земле Не встречая Ни утесов Ни возвышений Казаки Сошли С коней Своих Зашли На паром И через три часа плавания Были уже у берегов острова Хортицы Где была тогда сечь Так часто переменявшая свое жилище Куча народу Бронилась на берегу С перевозчиками Казаки Оправили коней Тарас Приосанился Стянул на себе Покрепче Пояс И гордо Провел Рукою По усам Молодые Сины Его тоже Смотрели Себя С ног До головы С каким-то Страхом Неопределенным Удовольствием И все вместе Въехали в предместе Находившиеся за полверсты От сети При въезде Их оглушили Пятьдесят кузнецких Молотов Ударивших Двадцати пяти кузнец Покрытых дерном И вырытых земле Сильные кожевники Сидели Под навесом Крилец На улице И мяли Своими дюжими руками Бычьи кожи Крамари Под ядками Сидели С кучами Кремней Огневым И порохом Армянин Развесил Дорогие плотки Татарин Ворочил Нарожных бараний Котки с тестом Жид Выставив Вперед Свою голову Цедил Из бочки Горилку Но первый Кто попался Им навстречу Это был Запорожец Спавший На самой Середине Дороги Раскинув Руки Ноги Тарас Буллиба Не мог Не остановиться И не полюбоваться На него Эх Как важно Развернулся Фу ты Какая Пышная Фигура Говорил он Остановивший Каня Ой Сину Мой Сину Сину Володенький Где ж ты Сину Ничку Ночува Щойне Розвивайся Где ж ты Сину Ничку Ночува Щойне Розвивайся Ночува Я Ничку Ночува Я Друг В самом В самом деле Это была Картина Довольно Смелая Запорожец Как лев Раскинулся На дороге Закинутый Гордо Чуб Его Захватывал На пол Варшина Земли Шаровары Алого Дорогого Сугна Были Запачканы Ёгтем Для показания Полного К ним Презрения Полюбовавшись Бульба Пробирался Далее По тесной Улице Которая Была Загромождена Мастеровыми Тут же Отправлявшими Примесло Своё И людьми Всех Наций Наполнявшими Это Предместье Сечи Которое Было Похоже На ярмарку И Которое Одевало И Кормило Сечь Умеющую Только Гулять И Полить Из Ружей КОНЕЦ А между тем В народе Стали попадаться И степенные Уваженные По заслугам Всею сечью Седые Старые Чубы Бывавшие Не раз Старшинами Тарас Скоро Встретил Множество Знакомых Лиц Остап И Андрей Слышали Только Приветствия А это ты Почерица Здорово Козелуп Откуда Бог Несет Тебя Тарас Ты Как Сюда Попал Долото Здорово Кирдяга Здорово Густы Думал Ли Я Видит Тебя Ремень И Витязи Собравшиеся Со Всего Разгульного Мира Восточной России Целовались Взаимно И тут Понеслись Вопросы А что Касьян Что Бородавка Что Колопер Что Пицышок И слышал Только в ответ Тарас Бульба Что Бородавка Повешен В толопане Что Скалопера Содрали Кожу Под Казикерменом Что Пицышкова Голова Посолена В бочке И отправлена В самый Царьград Понурил Голову Старый Бульба И Задумчиво Говорил Добрые Были Казаки Заплачет Люлей Люлей Мой Казачий А Корки Два Уже Около Недели Тарас Бульба Жил С сыновьями Своими На Сечи Остап И Андрей Мало Занимались Военную Школу Сеч Не любила Затруднять Себя Военными Упражнениями И терять Время Юношество Воспитывалось И образовывалось В ней Одним Опытом В самом Пылу Битв Которые Оттого Были Почти Беспрерывны Промежутки Казаки Почитали Скучным Занятием Изучением Какой-нибудь Дисциплины Кроме Развесть Стрельбы В цель Да Изредка Конной Скачки И гоньбы За зверем В степях И лугах Все Прочее Время Отдавалось Гульбе Признаку Широкого Размета Душевной Воли Вся Сич Представляла Необыкновенное Явление Это было Какое-то Беспрерывное Пиршество Бал Начавшийся Шумно И потерявший Конец Звучит Наливай Мом Братя Крыш Толеви Чаши Шоп Шаблины Брали Шаб Кули Миналы Ливоньки Наши Шоп Шаблины Брали Шаб Кули Миналы Ливоньки Наши Некоторые Занимались Ремеслами Иные Держали Лавочки И торговали Но большая Часть Гуляла С утра До вечера Если в карманах Звучала Возможность И добытое Добро Не перешло Еще в руки Торгашей И шинкарей Это общее Пиршество Имело в себе Что-то Околдовывающее Оно не было Сборищем Бражников Напившихся С горя Но было Просто Бешеное Разгурье Веселости Всякий Приходящий Сюда Позабывал И бросал Все Что до то ли Его занимало Он можно сказать Плевал на свое Прошедшее И беззаботно Предавался Воле И товариществу Таких же Как и сам гуляк Не умевших Ни родных Ни угла Ни семейства Кроме вольного неба И вечного пира Душей своей Это производило Ту бешеную веселость Которая не могла бы Родиться Ни из какого Другого источника Пусть Походу Поки Доски Замцы Зурмали Зурмейла Будьмо Эй Будьмо Эй Будьмо Эй Рассказы и болтовня Среди собравшейся толпы Лениво отдыхавшей На земле Часто так Были смешны И дышали Такою силой Живого рассказа Что нужно было иметь Всю хладнокровную Наружность Запорожца Чтобы сохранять Неподвижное выражение Лица Не моргнув Даже усом Резкая черта Которую Отличаются До ныне От других Братьев своих Южные Россияне Веселость была Пьяна Шумна Но при всем Притом Это не был Черный кабак Где мрачно Искажающим Весельем Забывается Человек Это был Тесный круг Школьных Товарищей Разница была Только в том Что вместо Сидения За указкой И пошлых Толков Учителя Они Производили Набег На пяти Тысячах Коней Вместо Луга Где играют В мяч У них Были Неохраняемые Беспечные Границы Ввиду Которых Татарин Выказывал Быструю Свою голову И неподвижно Сурово Глядел Турок В зеленой Своей Чалме Остапу И Андрию Казалось Чрезвычайно Странным Что при них Приходила Насечь Гибель Народа И хоть бы Кто-нибудь Спросил Откуда Эти люди Кто они И как Их зовут Они приходили Сюда Как будто Бы возвращались В собственный Дом Из которого Только что За час Перед этим Вышли Пришедший Являлся Только к Кашевому Который Обыкновенно Говорил Здравствуй Что во Христа Веруешь Верую И в церковь Входишь Хожу А ну Перекрестись Пришедший Крестился Ну хорошо Говорил Кашевой Ступай В которой Сам знаешь Курень Этим Оканчивалась Вся церемония И вся сечь Молилась В одной церкви И готова была Защитить ее До последней капли Крови Хотя И слышать Не хотела О посте И воздержании Сечь Состояла Из шестидесяти С лишним Куреней Которые Которые Очень Походили На отдельные Независимые Республики А еще Более Походили На школу И бурсу Детей Живущих На всем Готовом Никто Ничем Не заводился И не держал У себя Все было На руках Куренного Атамана Который За это Обыкновенно Носил Название Батька У него Были На руках Деньги Платье Весь харч Соломата Каша И даже Топливо Ему Отдавали Деньги Под Сохран Нередко Происходила Ссора У куреней С куренями В таком Случае Дело Тот же Час Доходило До драки Курени Покрывали Площадь И кулаками Ломали Друг Друг Бока Пока Одни Не пересиливали Наконец И не брали Вверх И тогда Начиналась Гульня Такова Была Сечь Имеющая Столько Приманок Для молодых Людей Остап и Андрей Кинулись Со всей пылкостью Юношей В это Разбульное Море И забыли В миг И отцовский Дом И бурсу И все Что волновало Прежде душу И предались Новой Жизне Все Занимало Их Разбульные Обычаи Сечеи Многосложные Управы Законы Которые Казались Им Иногда Даже Слишком Строгими Среди Такой Своевольной Республики Скоро Оба Молодые Казака Стали На хорошем Счету Казаков Часто Вместе С другими Товарищами Своего Куреня А иногда И со Всем Куренем И с соседними Куренями Выступали Они В степи Для стрельбы Несметного Числа Всех Возможных Степных Птиц Оленей И коз Или же Выходили На озера Реки И протоки Отведенные По жребию Каждому Куреню Закидывать Не вода Сети И тащить Богатые Тони На продовольствие Всего Куреня Хотя И не было Тут Науки На которой Пробуется Казак Но Они Стали Уже Заметны Между Другими Молодыми Прямой Удалью И Удачливостью Во всем Бойко И метко Стреляли В цель Переплывали Днепр Против Течения Дело За которое Новичок Принимался Торжественно В казацкие Круги Но Старый Тарас Готовил Другую Им Деятельность Ему Не по душе Была Такая Праздная Жизнь Настоящего Дела Хотел Он Он Все Придумывал Как бы Поднять Сечь На Отважное Предприятие Где бы Можно было Разгуляться Как следует Рыцарю Наконец В один день Пришел Кошевому Кошевому И сказал Ему Прямо Что Кошевой Пора бы Погулять Запорожцем Негде Негде Да Негде Негде Еще Стало быть, следует, чтобы пропадала даром казацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы. Так на что же мы живем? На какого черта мы живем? Растолкуй ты мне это! Ты человек умный, тебя недаром выбрали в Кашевые, растолкуй ты мне, на что мы живем? Кашевой не дал ответа на этот вопрос, это был упрямый казак, он немного помолчал и потом сказал, а войне все-таки не бывать. Так не бывать в войне? Спросил опять Тарас. Нет. Так вот уж и думать об этом нечего. И думать об этом нечего. Постой же ты, чертов кулак, сказал Бульба про себя, ты у меня будешь знать. И положил тут же отмстить Кашевому. Город на махи, чтоб воды коню давати. Сковорившись с тем и другим, задал он всем попойку, и хмельные казаки в числе нескольких человек повалили прямо на площадь, где стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор на раду. Не нашедший палок, хранившихся всегда у Долбыша, они схватили по полену в руки и начали колотить вник. На бой прежде всего прибежал Долбыш, высокий человек с одним только глазом, несмотря однако же на то, страшно заспорный. Кто смеет бить в литавры, закричал он, молчи, возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят, отвечали подгурявшие старшины. Долбыш вынул тотчас же из кармана палки, которые он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули, и скоро на площадь, как шмели, стали собираться черные кучи запорожцев. Все собрались в кружок, и после третьего боя показались, наконец, старшины. Кошевой с палицею в руке, знаком своего достоинства, судья с войсковою печатью, писарь с чернильницей и есаул с жезлом. Кошевой и старшины сняли шапки и раскланились на все стороны казакам, которые гордо стояли, подпершись руками в бока. «Что значит это собрание? Чего хотите, панове?» – сказал Кошевой. «Брань и крики не дали ему говорить. Клади палецу! Клади, чертов сын, сей же палецу! Не хотим тебя больше!» – кричали из толпы казаки. «Некоторые из трезвых куреней хотели, как казалось, противиться, но куреней, пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крик и шум сделались общими. Кошевой хотел было говорить, но зная, что разъярившаяся своевольная толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях, поклонился очень низко, положил палецу и скрылся в толпе. «Прикажете, панове, и нам положить знаки достоинства!» – сказали судья, писарь и Исаул, и готовились тут же положить чернильницу, войсковую печать и жест. «Нет, вы оставайтесь!» – закричали из толпы. «Нам нужно было только прогнать Кошевого, потому что он баба, а нам нужно человека в Кошевые!» «Кого же выберете теперь в Кошевые?» – сказали старшины. «Кукубенко выбрать!» – кричала часть. «Не хотим!» – кукубенко кричала другая. «Рано ему еще молоко на губах не обсохло!» «Шило! Пусть будет атаманом!» «Шило!» – кричали одни. «Шило посадить в Кошевые!» «В спину тебе шило!» – кричала бранью толпа. «Что он за казак, когда проворовался собачий сын, как татарин?» «К черту в мешок пьяницу шило!» «Бородатого! Бородатого посадите в Кошевые!» «Не хотим, Бородатого! К нечистой матери Бородатого!» «Кирдягу!» – кричите, Кирдягу! – шептал Тарас Бурба некоторым. «Кирдягу!» – кричала толпа. «Бородатого Бородатого!» «Кирдягу! Кирдягу!» – «Шило!» «Кирдягу!» – «Кирдягу!» «Кирдягу!» – все кандидаты, услышавшие произнесенные свои имена, тотчас же вышли из толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личным участием своим в избрании. «Кирдягу! Кирдягу!» – раздалось сильнее прочих. «Бородатого!» – «Кирдягу!» «Ступайте за Кирдягу!» – закричали. Человек десять казаков отделились тут же из толпы. Некоторые из них едва держались на ногах до того, успели нагрузиться и отправились прямо к Кирдяге объявить ему о его избрании. Кирдяга, хотя престарелый, но умный казак, давно уже сидел в своем курине и как будто бы не ведал ни о чем происходившем. «А что, пановое, что вам нужно?» – спросил он. «Иди, тебя выбрали в кашевые!» «По милосердцу и ты, пановое!» – сказал Кирдяга. «Где мне быть достойной такой чести? Ну, где мне быть кашевым? Да у меня и разума не хватит к определению такой должности, будто уже никого лучше не нашлось в целом войске. Ступай же, говорят тебе!» – кричали запорожцы. Двое из них схватили его под руки, и как он не упирался ногами, он был, наконец, притащен на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиванием сзади, кулаками, пинками и угощениями. «Не пялься же, чертов сын! Принимай же честь, собака, когда тебе дают ее!» Таким образом был в Кирдяга введен казачий круг. ПЕСНЯ 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 «Что по-новое?» ПЕСНЯ 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 взял палицу и поднес ее новоизбранному кашевому кирдяга по обычаю тотчас же отказался старшина поднес в другой раз кирдяга отказался и в другой раз и потом уже за третьим разом взял палицу ободрительный крик раздался по всей толпе и вновь далеко загудела от казацкого крика все поле тогда выступила из середины народа четверо самых старых и седоусых и седочупринных казаков слишком старых не было на сече ибо никто из запорожцев не умирал свою смертью и взявший каждый в руки земли их которая на ту пору от бывшего дождя растворилась в грязь положили ее ему на голову стекла с головы его мокрая земля потекла по усам по щекам и все лицо замазала ему грязью но кирдяга стоял не сдвинувшись и благодарил казаков заказанную честь таким образом кончилось шумное избрание которому неизвестно были ли так рады другие как рад был бульба этим он отмстил прежнему кашевому к тому же кирдяга был старый его товарищ и бывал с ним в одних и тех же сухопутных и морских походах теля суровости и труды боевой жизни толпа разбрелась тут же праздновать избрание и поднялась гульня какой еще не видывали готовили остап и андрей винные шинки были разбиты мед грилка и пиво забирались просто без денег шинкари были уже рады и тому что сами остались целы вся ночь прошла в криках и песнях слававших подвиги и в зашедший месяц долго еще видел толпы музыкантов проходивших по улицам с мандурами турбанами круглыми балалайками и церковных песенников которых держали на сечи для пения в церкви и для восхваления запорожских дел наконец хмель и утомление стали одолевать крепкие головы и видно было как то там то в другом месте падал на землю казак как товарищ обнявший товарища расчувствовавшись и даже заплакавший валился вместе с ним там гульбою улеглась целая куча там выбирал иной как бы получше ему лечься и лег прямо на деревянную колоду последний который был покрепче еще выводил какие-то бессвязные речи и наконец и того подкосила хмельная сила этот повалился на поитка и заснула вся сечь а на другой день тарас бульба уже совещался с новым кашевым как поднялся на запорожцев на какое-нибудь дело кашевой был умный хитрый казак знал вдоль и поперек запорожцев и сначала сказал не можно клятвы приступить никак не можно а потом помолчавший прибавил ничего можно клятвы мы не приступим а так как то кое-что придумаем пусть только соберется народ да не то чтобы по моему приказу а просто своей охотой вы уж знаете как это сделать а мы старшинами тотчас и прибежим на площадь будто ничего не знаем и прошло часу после их разговора как уже грянули литавры нашлись вдруг и хмельные неразумные казаки миллион казацких шапок высыпал вдруг на площадь поднялся говор кто зачем из-за какого дела пробили сбор никто не отвечал наконец том и в другом углу стал раздаваться вот пропадают даром казацкая сила нет войны вот старшины забайбачились на повал позаплыли жиром очи нет мирно правды на свете другие казаки слушали сначала потом и сами стали говорить а и вправду нет никакой правды на свете старшины казались изумленными от таких речей наконец кошевой вышел вперед и сказал позвольте панове запорожцы речь держать держи вот в рассуждении того теперь идет речь по нове добродетельство да вы может быть и сами лучше это знаете что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько что ни один черт теперь и веры не имет потом опять в рассуждении того пойдет речь что есть много таких хлопцев которые еще и в глаза не видали что такое война тогда как молодому человеку и сами знают и панове без войны не можно пробыть ну какой запорожец из него если он еще ни разу не пил бусурмену он хорошо говорит подумал бурба не думайте панове чтобы я впрочем говорил это для того чтобы нарушить мир сохрани боже ну я только так говорю при том же у нас храм от божий грех сказать ну что такое вот сколько лет уже как по милоси божией стоит сечь а до сих пор ну не то чтобы снаружи церковь но даже и образа без всякого убранства ну хотя бы серебряную ризу кто догадался им выковать вот они только то и получили что отказали в духовный иные казаки да и даяние их было бедные потому что потому что почти все пропили еще при жизни своей так и я веду речь эту не к тому чтобы начать войну с бусурменами мы обещали султану мир и нам бы был великий грех потому что мы клялись по нашему закону что же он путает такое сказал про себя бурба да так видите панове что войны не можно начать не можно рыцарская честь не велит а вот по своему бедному разуму вот что я думаю пустить щелнами одних молодых ну пусть немного пошарпают берега Натали как думаете пановы веди веди всех закричала со всех сторон толпа за веру мы готовы положить головы веди 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 а а а а а а а и и и а а и и а а и а скоро весь польский юго-запад сделался добычей страха всюду пронеслись слухи запорожцы показались запорожье все что могло спасаться спасалась все знали что трудно иметь дело с буйной и пранной толпой известный под названием запорожского войска которая в наружном своем неустройстве заключала устройство обдуманное для времени битвы конные ехали не отягчая и не горяча коней пешие шли трезво за лазами и весь табор подвигался только по ночам отдыхая днем и выбирая для того пустыри и заселенные места и леса которых было тогда вдоволь засылаемым были вперед лазутчики и рассыльные узнавать и выведывать где что и как и часто тех местах где менее всего могли ожидать их они появлялись вдруг и все тогда прощалась жизнью пожары охватывали деревни скоты лошади которые не угонялись за войском были избиваем и тут же на месте казалось больше пировали они чем совершали поход свой дыбом встал в имени волос от тех страшных знаков свирепства полудзикого века которые принесли везде запорожцы избитые младенцы обрезанные груди у женщин содранная кожа с ног по колено у выпущенных на свободу словом крупную монетой отплачивали казаки прежние долги прилад одного монастыря услышав о приближении их прислал от себя двух монахов чтобы сказать что они не так ведут себя как следует что между запорожцами и правительством стоит согласие что они нарушают свою обязанность королю а с тем вместе и всякое народное право скажи епископу от меня и от всех запорожцев сказал кашевой чтобы он ничего не боялся это еще только казаки зажигают и раскуривают свои трубки ничего не надо бояться и скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделяющиеся волны огня бегущие толпы монахов жидов женщин вдруг а многолюдили те города где какая-нибудь была надежда на гарнизон и городовое рушение и тут то более всего пробовали себя наши молодые казаки чуждавшиеся грабительство корысти и бессильного неприятеля горевшие желанием показать себя перед старыми померятся один на один с бойкими и хвостливыми ляхами красовавшимися на горделивых конях своих слетавшими по ветру откидными рукавами и панчи потешно была наука много они уже добыли себе конной сбруи дорогих сабель и ружей в один месяц возмужали и совершенно переродились только что оперившиеся птенцы и стали мужами черты лица их которых доселе видна была какая-то юношеская мягкость стали теперь грозны и сильны а старому тарасу любо было видеть как оба сына оба сына его были одни из первых войска решилась идти прямо на дубно где носились слухи будто много казны и богатых обывателей в полтора дня поход был сделан и запорожцы показались перед городом жители решились защищать до последних сил и крепости и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими порогами чем пустить неприятеля в дом и высокий земляной вал окружал город где вал был ниже там высовывались каменная стена или дом служивший батареей или наконец дубовый чистокол гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела запорожцы жарко было полезли на вал но были встречены сильную картечью мещане и городские обыватели как видно тоже не хотели быть праздными и стояли кучей у на городском валу в глазах их можно было читать отчаянное сопротивление женщины тоже решились участвовать и на головы запорожцам полетели камни бочки горшки горячий вар и наконец мешки песку слепившие и мочи запорожцы не любили иметь дело с крепостями вести осады была не их часть кашевой их повелел отступить и сказал ничего поры братья мы отступим но будь я поганый татарин а не христианин если мы выпустим их хоть одного из города пусть их все передохнут собаки с голоду войско отступив облегло весь город и от нечего делать занялось опустошением окрестностей запорожцы курили свои люльки менялись добытым оружием играли в чехарду чат и нечит и посматривали с убийственным хладнокровием на город но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и продолжительную трезвостью несупряженную ни с каким делом кашевой велел удвоить даже порцию вина что иногда водилось войско если не было трудных подвигов и движений молодым и особенно сыновьям тараса бульбы не нравилась такая жизнь андрей заметно скучал неразумная голова говорил ему тарас терпи казак атаманом будешь не тот еще добрый воин кто не потерял духа в важном деле а тот добрый воин кто и на безделье не соскучит кто все вытерпит и хоть ты ему что хочешь а он все таки поставить на своем но не сойтись пылком юноше старцем другая натура у обоих и другими очами глядят они на то же дело а между тем подоспел тарасов полк приведенный то в качем и саулы привезли сыновьям тараса благословение от старухи матери и каждому по кипарисному образу из межигорского киевского монастыря надели на себя святые образа оба брата и невольно задумались припомнив старую мать что-то пророчит им и говорит это благословение благословение или на победу над врагом и потом веселый возврат на отчизну с добычей славы на вечные песни бандуристов или же но неизвестно будущее и стоит оно перед человеком подобно осеннему туману поднявшемуся из болот безумно летают в нем вверх и вниз черкая крыльями птицы не распознавая в очи друг друга голубка не видела ястреба ястреб не видя голубки и никто не знает как далеко летает он от своей погибели астап уже занялся своим делом и давно отошел к куриням андрей же сам не зная от чего чувствовал какую-то духоту на сердце уже казаки окончили свою вечерю вечер давно потухну июльская чудная ночь обняла воздух но он не отходил к куриням и ложился спать и глядел невольно на всю бывшую перед ним картину на небе бесчисленно мелькали тонким острым блеском звезды поле далеко было занято раскиданными по нем вазами с висячими мазницами облитыми дегтем со всяким добром и провиантом набранным у врага возле телег под телегами подали от телег везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы все они спали в картинных положениях кто подмастив себе под голову куль кто шапку кто уподобивший просто бог своего товарища наконец и сам подошел он к одному из вазов взлез на него и лег на спину подложивший себе под голову сложенные назад руки но не мог заснуть и долго глядел на небо оно все было открыто перед ним чисто и прозрачно было в воздухе в это время показалось ему мелькнул перед ним какой-то странный образ человеческого лица думаю что это было простое обаяние сна которая сейчас же рассеется он открыл больше глаза свои и увидел что к нему точно наклонилась какое-то изможденное высохшее лицо и смотрела прямо ему в очи длинные черные как уголь волосы неприбранные растрепанные лезли из под темного наброшенного на голову покрывала и странный блеск взгляда и мертвенная смуглота лица выступавшего резкими чертами заставили бы скорее подумать что это был призрак он схватился невольно рукой за печаль и произнес почти судорожно кто ты коли дух не чистый сгинь из глаз коли живой человек не впору завел шутку убью с одного прицела в ответ на это привидение приставило палец губам и казалось молило о молчании он опустил руку и стал глядываться в него внимательнее по длинным волосам шеи и полуобнаженной смуглой груди распознал он женщину но она была не здешняя уроженка все лицо было смугло изнурено недугом широкие скулы выступали сильно над опавшими под ними щеками узкие очи подымались дугообразным разрезом к верху и чем более он всматривался в черты ее тем более находил в них что-то знакомое наконец он не вытерпел и спросил скажи кто ты мне кажется как будто я знал тебя или видел где нибудь два года назад в киеве два года назад в киеве повторил андрей стараясь перебрать все что уцелело в его памяти от прежней бурсатской жизни он посмотрел еще раз на нее пристально и вдруг вскрикнул во весь голос ты татарка служанка панночки воеводиной дочки скажи где панночка жива ли она еще она тут городе где в городе произнес он едва опять не вскрикнул и почувствовал что вся кровь вдруг прихлынула к сердцу от чего же она в городе от того что сам старый пан в городе он уже полтора года как сидит воевода и в дубне что ж она замужем да говори же какая то странная что она теперь она другой день ничего не ела как ни у кого из городских жителей нет уже давно и куска хлеба все давно едят одну землю андрей остолбенел панночка видала тебя с городского валу вместе с запорожцами она сказала мне ступай скажи рыцарю если он помнит меня чтобы пришел ко мне а не помнит чтобы дал тебе кусок хлеба для старухи моей матери потому что я не хочу видеть как она при мне умрет пусть лучше я прежде она после меня проси и хватай его за колени и ноги у него также есть старая мать чтобы ради ее дал хлеба много всяких чувств пробудилась и вспыхнула в молодой груди казака но как же ты здесь как ты прошла подземным ходом разве есть подземный ход есть где ты не выдашь меня рыцарь клянусь крестом святым клянусь спустясь в яр и перейдя проток там где тростник и выходит в самый город прямо к городскому монастырю идем идем сейчас же но ради христа и святой матери кусок хлеба кусок хлеба хорошо хорошо стой здесь возле воза или лучше ложись на него тебя никто не увидит все спят я сейчас ворочусь и он отошел к вазам где хранились запасы принадлежащие их куриню сагайдашный что променял жильку на тетюнта люльку небабачный он не помнил как взошел и как затворилась за ним дверь в комнате горели две свечи лампада теплилась перед образом под ним стоял высокий столик по обычаю католическому со ступеньками для преклонения коленей во время молитвы но не того искали глаза его он повернулся в другую сторону и увидел женщину казалось застывшую и окаменевшую в каком-то быстром движении казалось как будто вся фигура ее хотела броситься к нему и вдруг остановилась и он остался также изумленным перед нею не такую воображал увидеть это было не она не то которую он знал прежде ничего не было в ней похожего на ту но вдвое прекраснее и чудеснее было она теперь чем прежде тогда было в ней что-то не оконченное недовершенное теперь это было произведение которому художник дал последний удар кисти та была прелестная ветреная девушка это была красавица женщина во всей развивавшейся красе своей нет я не в силах ничем возблагодарить тебя великодушный рыцарь сказала она и весь колебался серебряный звук ее голоса один бог может возблагодарить тебя не мне слабой женщине она потупила свои очи прекрасными нежными полукружьями надвинулись на них веки окраинные длинными как стрелы лесницами наклонилась все чудесное лицо ее и тонкий румянец оттенил его снизу царица вскрикнул андрей полный сердечных и душевных и всяких избытков что тебе нужно чего ты хочешь прикажи мне задай мне службу самую невозможную какая только есть на свете я побегу исполнять ее скажи мне сделать тот чего не в силах сделать ни один человек я сделаю я погублю себя погублю погублю и погубить себя для тебя клянусь святым крестом мне так сладко но не в силах сказать того у меня три хутора половина табунов отцовских мои все что принесла отцу мать моя что даже от него скрывает она все мое такого ни у кого нет теперь у казаков наших оружия как у меня за одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и три тысячи овец и от всего этого откажусь кину брошу сожгу затоплю если только ты вымолвишь одно слово или хотя бы только шевельнешь свою тонкую черную бровью с возрастающим изумлением вся превратившись вслух не права не вне одного слова слушала дева открытую сердечную речь в которой как в зеркале отражалась молодая полная сил душа и каждое простое слово сей речи выговоренное голосом летевшим прямо с сердечного дна было обличено в силу и выдалась вперед все прекрасное лицо ее отбросил она далеко назад досадные с волосы открыла уста и долго глядела с открытыми устами и глаза ее вдруг наполнили слезами быстро она схватила платок шитый шелком набросила себе на лицо его и он в минуту стал весь влажен скажи мне одно слово сказал андрей и взял ее за атласную руку сверкающий огонь пробежал по жилым его от всего прикосновения и жал он руку лежавшую бесчувственно в руки его не достойна ли я вечных сожалений и несчастна ли мать родившая меня на свет не горькая ли доля пришлась на часть в изобилии и роскошном избытке всего текли дни мои лучшие дорогие блюда и сладкий вином были мне с медью и на что все это было к чему оно все было к тому ли чтобы наконец умереть лютою смертью какой не умирает последний нищий в королевстве и мало того что осуждена я на такую страшную участь мало того что перед концом своим должна видеть как станут умирать в невыносимых муках отец и мать для спасения которых двадцать раз готова бубла отдать жизнь свою мало всего этого нужно чтобы перед концом своим мне довелось увидать и услышать слова и любовь какой не видала я нужно чтобы он речами своими разодрал мне на части мое сердце чтобы горькая моя участь была еще горше чтобы еще жалче было мне моей молодой жизни чтобы еще страшнее казалась мне смерть моя и чтобы еще больше умирая попрекала я тебя свирепая судьба моя и тебя прости мое прегрешение святая божья мать и когда затихла она безнадежное безнадежное чувство отразилось в лице ее ноющую грустью заговорила всякая черта его и все от печально поникшего лба и опустившихся очей до слез застывших и засохнувших по тихо пламеневшим щекам ее все казалось говорила нет счастья на лице зем не слыхана на свете не можно не быть тому говорил андрей чтобы красивейшая и лучшая из жен понесла такую горькую часть когда она рождена на то чтобы перед ней как перед святыней преклонилась все что не есть лучшего на свете нет ты не умрешь не тебе умирать клянусь моим рождением и всем что мне мило на свете ты не умрешь если же выйдет уже так и ничем не силою не молитвой не мужеством нельзя будет отклонить горькой судьбы то мы умрем вместе и прежде я умру умру перед тобой у твоих прекрасных коленей и разве уже мертвого меня разлучат с тобою не обманывай рыцарь и себя и меня говорила она качая тихо прекрасной головой своей знаю и к великому моему горю знаю с лишь им хорошо что теперь нельзя любить меня и знаю я какой долг и завет твой тебя зовут отец товарищи отчизна и мы враги тебе а что мне отец товарищи отчизна сказал андрей встряхнул быстро головою и выпрямив весь прямой как надречная осокарь стан свой кто сказал что моя отчизна украина кто дал мне ее в отчизны отчизна моя есть то чего ищет душа наша что милее для нее всего отчизна моя ты вот моя отчизна и понесу я отчизну сию в сердце моем понесу ее пока станет моего веку и посмотрю пусть кто-нибудь из казаков вырвет ее оттуда и все что не есть продам отдам погублю за такую отчизну на миг остолбенев как прекрасная статуя смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала и с чуждою женской стремительностью на какую бывает только способна одна безрасчетно великодушная женщина созданная на прекрасное сердечное движение кинулась она к нему на шею обхватила его снегоподобными чудными руками и зарыдала в это время раздались на улице неясные крики сопровожденные трубным или таврым звуком но он не слышал их он слышал только как чудные уста обдавали его благовонной теплотой своего дыхания как слезы ее текли ручьями к нему на лицо и спустившиеся все с головы пахучие волосы опутали его всего своим темным и блистающим шелком в это время вбежала к ним с радостным криком татарка спасены спасены кричала она не помня себя наши вошли в город принесли хлеба пшена муки и связанных запорожцев но не слышал никто из них какие наши вошли в город что привезли с собой и каких связали запорожцев полный не на земле вкушаемых чувств андрей поцеловал все благовонные уста прильнувший к щеке его и не безответны были благовонные уста они отозвались тем же и всем обоюдно слиянном поцелуе ощутилась то что один только раз в жизни дается чувствовать человеку и погиб казак пропал для всего казацкого рыцарства не видать ему больше ни запорожья не отцовских хутором своих не церкви божьей украины не видать тоже храбрейшего из своих детей взявшихся защищать ее вырвет старый тарас седой клоп волос из своей чуприны и проклянет и день и час в который породил на позор себе такого сына шум и движение происходили в запорожском таборе сначала никто не мог дать верного ответа что случилось что войска прошли в город потом уже оказалось что весь переяславский курень расположившийся перед боковыми городскими воротами был пьян мертвецки мертвецки стал быть дивиться нечего что половина была перебита а другая перевязана прежде чем все могли узнать в чем дело пока мест ближние курени разбуженные шумом успели схватиться за оружие войско уже уходило в ворота и последние ряды отстреливались от устремившихся на них в беспорядке сонных и полупротрезвившихся запорожцев Кашевой дал приказ собраться всем и когда все стали в круг и затихли снявши шапки он сказал так вот что по новой братове случилось в эту ночь вот до чего довел хмель вот какое поругание оказал нам неприятель у вас видно уже такое заведение коли позволишь удвоить порцию так вы готовы так натянуться что враг христово воинство не только снимет с вас шаровары но и в самое лицо вам начихает так вы того не услышите но и в целом И один только незамайковский куриный атаман Кукубенко отозвался. Постой, батько, сказал он, хоть оно и в законе, чтобы сказать такое возражение, когда говорит Кашевой перед лицом всего войска. Да дело не так было, так нужно сказать. Ты не совсем справедливо попрекнул все христианское войско. Казаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились в походе, на войне, на трудной, тяжкой работе. Но мы сидели без дела, маячились попусту перед городом. Ни поста, ни другого христианского одержания не было. Но как же может статься, чтобы на безделье не напился человек? Греха тут нет. Нет. А мы вот что лучше. Покажем им, что такое нападать на безвинных людей. Прежде били добре, а уж теперь побьем так, что и пять не унесут домой. Речь куренного атамана понравилась казакам. Они приподняли уже совсем было понурившие головы, и многие одобрительно кивнули головой, помолвивши. Добрый, сказал Кукубенко. А Тарас Бульба, стоявший недалеко от Кашевого, сказал. А что, Кашевой, видно, Кукубенко правду сказал. А что ты скажешь на это? А что скажу? Скажу, блаженный отец, родивший такого сына. Еще небольшая мудрость сказать укорительное слово. Но большая мудрость сказать такое слово, какое бы не поругавшись над бедою человека. Одобрило бы его, предало бы духу ему. Как шпоры предают духу коню, освеженному водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово. Да Кукубенко догадался прежде. Добрый, сказал и Кашевой, отозвалось в рядах запорожцев. Доброе слово, повторили другие. И самые седые, стоявшие, как сизые голуби, и те, кивнули головами, и моргнувшие седым усом, тихо сказали. Доброе сказанное слово, доброе, доброе. Слушайте же, пановые, продолжал Кашевой. Брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные немецкие мастера, пусть их враг прикинется. И неприлично, и неказацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город без большого запаса. Телег, что-то было с ними немного. Народ в городе голодный, стало быть, все съест духом, да и коням тоже сено. Уж я не знаю, разве с неба кинет им на вилы какой-нибудь их святой. Только про это еще Бог знает. А ксензы-то их гораздо на одни слова. Затем или другим, а уж они выйдут из города. Выйдут! Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами пять куреней, перед другими по три куреня. Датнивский и Форсунский курени на засаду. Полковник Тарас с полком на засаду. Титариевский и Томашевский курень на запас с правого боку обоза. Да вот еще один наказ. Если кто-нибудь, шинкарь, жид, продаст в казаку хоть один кухоль севухи, то я прибью ему на самый лоб свиное ухо собаки и повешу ногами вверх. За работу же, братцы, за работу. Так распоряжал Кашевой, и все поглонились ему в пояс. И не надевая шапок, отправились по своим базам и таборам. И когда уже совсем далеко отошли, тогда только надели шапки. Все начали снаряжаться, пробовали сабли, палаши, насыпали порох из мешков пороховницы. Откатывали и становили вазы, и выбирали коней. Уходя к своему полку, Тарас думал и не мог придумать, куда девался Андрей, полонили ли его вместе с другими и связали сонного. Только нет, не таков Андрей, чтобы отдаться живым в плен. Между убитыми казаками тоже не было его видно. Задумался крепко Тарас и шел перед полком, не слыша, что его давно называл кто-то по имени. «Кому нужно меня?» – сказал он, наконец, очнувшись. Перед ним стоял жид Янкель. «Пан полковник!» – «Пан полковник!» – говорил жид поспешным и прерывистым голосом, как будто бы хотел объявить дело не совсем пустое. «Я был в городе, пан полковник!» «Что ж ты делал в городе? Видел наших?» «Ну как же, наших там много!» «Ицкарахум, Самойла, Хайволох, еврей-арендатор!» «Пропадение собаки!» – вскрикнул, рассердившись, Тарас. «Что ты мне тычешь в свое жидовское племя?» «Я тебя спрашиваю про наших запорожцев!» «Наших запорожцев не видал, а видал одного пана Андрея!» «Андрея видел!» – вскрикнул Бульба. «Что ж ты? Где видел его? В подвале, в яме? Обесчищен, связан?» «Ну кто же бы смел связать пана Андрея? Теперь он такой важный рыцарь!» «Дали бурки, я не узнал!» «И на плечники в золоте, и на рукавники в золоте, и зерцало в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, золото, и все золото!» «Как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поет, и травка пахнет, так и он весь сияет в золоте, и коня, дал ему воевода, самого лучшего подверг, два ста червонных стоит один конь!» Бульба остолбенел. «Крепко задумался Бульба. Вспомнил он, что велика власть слабой женщины, что многих сильных погубила она, что податлива с этой стороны природа Андрея. И стоял он долго, как вкопанный, на одном и том же месте. «Слушай, пан, я все расскажу пану», — говорил жид. «Как только услышал я шум и увидел, что проходят в городские ворота, я схватил на всякий случай с собой нитку жемчуга, потому что в городе есть красавицы и дворянки. А крик, есть красавицы и дворянки, — сказал я себе, — то хоть им и есть нечего, а жемчуг все-таки купят. И как только Харунжевы слуги пустили меня, я побежал на воеводий двор продавать жемчуг и расспросил все у служанки татарки. Будет свадьба сейчас, как только прогонит запорожцев, пан Андрей обещал прогнать запорожцев». «И ты не убил тут же на месте его чертова сына!» — вскричал Бульба. «За что же убивать? Он перешел по доброй воле. Чем человек виноват? Там ему лучше, туда и перешел. И ты видел ему самое лицо! Ей, Богу, самое лицо! Такой сладный вояка всех, взрачней! Дай Бог ему здоровья!» «И меня тотчас узнал, и тогда я подошел к нему, тотчас сказал...» «Что же он сказал?» «Он сказал, прежде кивнул пальцем, и потом уже сказал, Янкель, а я, пан Андрей, говорю, Янкель, скажи отцу, скажи брату, скажи казакам, скажи запорожцам, скажи всем, что отец... «Теперь не отец мне! Брат! Не брат! Товарищ, не товарищ! И что я с ними буду биться со всеми! Со всеми буду биться!» «Врешь, чертов Иуда!» — закричал вышедший от себя Тарас! «Врешь, собака! Ты и Христа распял, проклятый Богом человек! Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда! И тут тут же тебе и смерть!» И сказавший этот Тарас выхватил свою саблю. Испуганный жид припустился тут же во все лопатки, как только могли вынести его тонкие сухие икры. Долго еще бежал он без оглядки между казацким табором и потом далеко по всему чистому полю, хотя Тарас вовсе не гнался за ним, размыслив, что неразумно вымещать запальчивость на первом подвернувшемся. Теперь припомнил он, что видел в прошлую ночь Андрея, проходившего по табору с какой-то женщиной, и паник седою головою, и все еще не хотел верить, чтобы могло случиться такое позорное дело, и чтобы собственный сын его продал веру и душу. ПЕСНЯ Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за лесом, который один был не выжжен еще казаками. ПЕСНЯ 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 Недалеко чернели и червонели черные, черноверхи, бараньи и шапки. На валу засуетились, показался сам седой воевода на коне, ворота отворились, и выступило войско. Впереди выехали ровным конным строем шитые гусары. За ними кольчужники, потом латники с копьями, потом все в медных шапках, потом ехали особняком лучшие шляхтичи, каждый одетый по-своему. Не хотели гордые шляхтичи смешаться в ряды с другими, и у которого не было команды, тот ехал один с своими слугами. Потом опять ряды, и за ними выехал Харунжий, за ним опять ряды, и выехал дюжий полковник. А позади всего уже войска выехал последним низенький полковник. Не давай им, не давай им строиться и становиться в ряды, кричал Кашевой. Разом напирайте на них все курени, оставляйте прочие ворота. Титаревский курень, нападай сбоку, Титаревский курень, нападай с другого. Напирайте на тыл кукубенкой полы вода, мешайте, мешайте, разните их. И ударили со всех сторон казаки, сбили и смешали их, и сами смешались. Не дали даже и стрельбы произнести. Пошло дело на мечи да на копья. Все сбилось в кучу, и каждому привел случай показать себя. Димит Попович трех заколол простых и двух лучших шляхтичей сбил с коней, говоря, о добрые кони, таких коней я давно хотел достать. И выгнал коней далеко в поле, крича стоявшим казакам перенять их. Потом вновь пробился в кучу, напал опять на сбитых с коней с шляхтичей. Одного убил, а другому накинул аркан на шею, привязал к седлу и поволок его по всему полю, снявши с него саблы с дорогой рукоятью и отвязавши от пояса целый черенок с черлонцами. Кобыта, добрый казак и молодой еще, схватился тоже с одним из храбрейших в польском войске. И долго бились они, сошлись уже в рукопашной. Одолел было уже казак и сломивший, ударил острым турецким ножом в грудь, но не уберегся сам. Тут же в лесок хлопнула его горячая пуля. Свалил его с наднея испанов, красивейший и древнего княжеского роду рыцарь. Как стройный тополь носился он на буланом коне своем и много уже показал боярской богатырской удари. Двух запорожцев разрубил надвое. Федора Коржа, доброго казака, опрокинул вместе с конем. Выстрелил по коню, и казака достал из-за коня копьем. Многим отнес головы и руки и повалил казака к обиту, погнавший ему пулю в песок. Вот с кем бы я хотел попробовать силы, закричал незамайковский курьной атаман Кугубенко. Припустил коня, полетел прямо ему в тыл и сильно вскрикнул, так что сдрогнули все пристоявшие от нечеловеческого крика, как испуганный страшным криком метнулся на сторону и достал его оружейной пурею Кугубенко. Пошла в спинные лопатки ему горячая пуля, и свалился он с коня. Но и тут не поддался рлях, все еще сиделся, нанести в лагу удар, но ослабела упавшая вместе с саблей рука. А Кугубенко взял в обе руки свой тяжелый палаш, погнал его ему в самые побледневшие уста. Вышиб два сахарных зуба палаш, рассек на твой язык, разбил горловой позвонок и вошел далеко к землю. Так и привозил он его там навеки к сырой земле. Ключом хлынула вверх алая, как надречная калина, высокая дворянская кровь и выкрасила весь обшитый золотом желтый кафтан его. А Кугубенко уже кинул его и пробился с своими незамайковцами в другую кучу. «Эх, оставил неприбранным такое дорогое убранство», сказал Уманский, куренной бородатый, отъехавший от своих к месту, где лежал убитый Кугубенко шляхтич. «Я семерых убью шляхтичей своей рукою, а такого убранства еще не видел ни на ком». И польстился корыстью бородатый, догнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи, вынул уже турецкий нож, поправил из самоцветных каменьев, отвязал от пояса черенок с червонцами, снял с груди сумку с тонким бельем, дорогим серебром и девическую кудрию, сохранно сберегавшуюся на память. И не услышал бородатый, как налетел на него сзади красноносый хорунжий, уже разбитый им с седла и получивший добрую зазубрину на память. Размахнулся он со всего плеча и ударил в него саблей подогнувшейся шеей. Не к добру завела корысть казака, отскочила могучая голова и упал обезглавленный труп далеко вокруг, оросивший землю. Понеслась к вышинам суровая казацкая душа, хмурясь и негодуя, и вместе с тем бивуясь, что так рано вылетела из такого крепкого тела. Ещё солнце не дошло до половины неба, как все запорожцы собрались в круги. Из сичи пришла весть, что татары во время отлучки казаков ограбили в ней всё, вырыли скарб, который втайне держали казаки под землёю, избили и забрали в плен всех, которые оставались, и со всеми забранными стадами и табунами направили путь прямо к перекопу. В подобных случаях водилось у запорожцев гнаться в ту же минуту за похитителями, стараясь настигнуть их на дороге, потому что пленные как раз могли очутиться на базарах Малой Азии, в Смирне, на Критском острове, и бог знает, в каких местах не показались бы чубатые запорожские головы. Вот отчего собрались запорожцы. Все до единого стояли они в шапках, потому что пришли не с тем, чтобы слушать по начальству атаманский приказ, но совещаться, как равные между собою. «Давай, совет!» Прежде старшие закричали в толпе. «Давай, совет, Кашевой!» говорили другие. И Кашевой снял шапку уже не так, как начальник, а как товарищ благодарил всех казаков за честь и сказал. «Многое между нами есть старших и советам умнейших, но, коли меня почтили, то мой совет не терять, товарищи, времени и гнаться за татарином, ибо вы сами знаете, что за человек татарин. Он не станет с награбленным добром ожидать нашего прихода, а мигом размытарит его, так, что и следов не найдешь». Так мой совет идти. Мы здесь уже погуляли, ляхи знают, что такое казаки, за веру сколько было по силам отмстили, корысти же с голодного города немного. Итак, мой совет идти. Идти раздалось голосно в запорожских куренях, но Тарасу Бульбе не пришлись по душе такие слова, и навесил он еще ниже на очи свои хмурые и черно-белые брови, подобные кустам, выросшим по высокой темени горы, которых верхушки вплоть занес иглистый северный иней. «Нет, не прав совет твой кашевой, сказал он, ты не так говоришь. Ты позабыл, видно, что в плену остаются наши захваченные ляхами». «Что ж мы такое, спрашиваю я вас, что ж за казак тот, который кинул в беде товарища, кинул его, как собаку пропадать на чужбине? Гали уж на то пошло, что всякий ни во что ставит казацкую честь, позволим себе плюнут седые усы свои и попрекнут себя обидным словом, так не укорит же никто меня один остаюсь». Поколебались все стоявшие запорожцы. А разве ты позабыл, бравый полковник, сказал тогда Кшевой, что у татар в руках тоже наши товарищи, что если мы теперь их не выручим, то жизнь их будет продана на вечное невольничество язычникам, что хуже всякой смерти лютой. Позабыл разве, что у них теперь вся казна наша, добытая христианскую кровью. Задумались все казаки и не знали, что сказать. Тогда вышел вперед всех старейших годами во всем Запорожьском войске Касьян Бовдюх. Все казаки притихли, когда выступил он вперед перед собранием, ибо давно не слышали от него никакого слова. Всякий хотел знать, что скажет Бовдюх. пришла очередь и мне сказать слово паны и братья. Так он начал. Послушайте, дети старого, мудро сказал Кашевой и как глава казацкого войска обязанный приберегать его и пищись о войсковом скарбе. Большую правду сказал и Тарас полковник. Дай Боже ему побольше веку, и чтоб таких полковников было побольше на Украине. Первый долг и первая честь казака есть соблюсти товарищество. Сколько не живу я на веку, не слышал я, паны и братья, чтобы казак покинул где-нибудь или продал как-нибудь своего товарища. И те, и другие нам товарищи. Меньше их или больше все равно. Все товарищи все нам дороги. Так вот, такая моя речь. Те, которым милы захваченные татарами, пусть отправляются за татарами, татарами, а которым милы полоненные ляхами и не хочется оставлять правого дела, пусть остаются. Кошевой подолгу пойдет с одной половиною за татарами, а другая половина выберет себе наказного атамана. А наказным атаманом, коли хотите послушать белые головы, не пригоже быть никому другому, как только одному Тарасу Бульбе. Нет из нас никого равного ему в доблести. Так сказал Бог Дух и затих. И обрадовались все казаки, что навел их таким образом на ум старый. Все скинули вверх шапки и закричали спасибо тебе батюшка, молчал, молчал, долго молчал, да вбуд ты конец и сказал, недаром говорил, когда собирался в поход, что будешь пригоден казачеству. Так и сделалось. Что? Согласны вы на то? спросил Кашевой. Все согласны закричали казаки. Стало быть, ради конец? Конец ради кричали казаки. Слушайте ж теперь войскового приказа дети, сказал Кашевой, выступил вперед и надел шапку, а все запорожцы, сколько их ни было, сняли свои шапки и остались с непокрытыми головами, утупив очи в землю, как бывало всегда между казаками, когда собирался, что говорить старший. Теперь отделяйтесь, паны братья, кто хочет идти, ступай на правую сторону, кто остается, отходи на левую, куды большая часть куреня переходит, туды и атаман, кали меньшая часть переходит, приставай к другим куреням. И все стали переходить, кто на правую, кто на левую сторону, которого куреня большая часть переходила, туда и куренной атаман переходил, которого малая часть, та приставала к другим куреням, и вышла без малого не половину на всякой стороне. Захотели остаться весь почти Незамайковский курень, большая половина Поповичецкого куреня, весь Уманский курень, весь Каневский курень, большая половина Стебликиевского куреня, большая половина Тимашевского куреня. Все остальные вызвались идти вдогон за татарами. Много было на обеих сторонах, дюжих и храмрых казаков, между теми, которые решились идти вслед за татарами, был чароватый, добрый, старый казак, Покатеполы, Лемиш, Прокопович Хама, Демит Попович, тоже перешел туда, потому что был сильно завзятого нрава казак, не мог долго высидеть на месте, с ляхами попробовал уже, а он дело, хотелось попробовать еще с татарами. Куриные были, Ностюган, Покрышко, Мевылычки и много еще других славных и храмрых казаков захотело попробовать меча и могучего плеча в схватке с татарами. Немало было также сильных и сильных добрых казаков между теми, которые захотели остаться. Куриные, Демитрович, Кукубенко, Вертихвист, Балабан, Бульбенко, Остап, потом много было еще других именитых и дюжих казаков. Офтузенко, Чареватенко, Степан Гуска, Охрим Гуска, Микола Густый, Задорожний, Метелиця, Иван Закрутигуба, Мосій Шилу, Дегтяренко, Сидоренко, Писаренко, потом другой Писаренко, потом еще Писаренко и много было других добрых казаков. Все были хожалые, ежалые, ходили по Анатолийским берегам, по Крымским Солончакам и Степян, по всем речкам большим и малым, которые впадали в Днепр, по всем заходам и Днепровским островам, бывали в Молдавской, Воложской, в Турецкой земле, изъездили все Черное море двухрульными казацкими челнами, нападали в пятьдесят челнов в ряд на богатейшие и превысокие корабли, перетопили немало турецких галер и много-много выстрелили пороху на своем веку. Не раз драли на анучьи дорогие поволоки и оксамыты, не раз череши у штанных очкуров набивали все чистыми цехинами, а сколько всякий из них пропил и прогулял добра ставшему и другому на всю жизнь, того исчезть нельзя. Тарас видел, как смутны стали казацкие ряды и как уныние неприличное храброму стало тихо обнимать казацкие головы, но молчал. Он хотел дать время всему, чтобы пообыклись они и к унынью, наведенному прощанием с товарищами, а между тем в тишине готовился разом и вдруг разбудить их всех, гикнувши по-казацки, чтобы вновь и с большей силой, чем прежде, воротилась бодрость каждому в душу. И повелел Тарас распаковать своим слугам один из вазов, стоявший особняком. Больше и крепче всех других он был в казацком обозе. Двойною крепкою шиною были обтянуты дебилые колеса его. Грузно был он навьючен, укрыт попонами, крепкими воловьими кожами и увязан туго засмоленными веревками. В вазу были все баклаги и бочонки старого доброго вина, которое долго лежало у Тараса в погребах. Взял он его прозапас на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута, и будет всем предстоять дело, достойное на передачу потомкам, да чтобы всякому, до единого казака досталось выпить заповедного вина, чтобы в великую минуту великое бы и чувство овладело человеком. «Я угощаю вас, паны, братья», так сказал бульбах, не в честь того, что вы сделали меня своим атаманом, как невелика подобная честь, не в честь также прощания с нашими товарищами, нет, в другое время прилично и то, и другое, не такая теперь перед нами минута. Перед нами дела великого поту, великой казацкой доблести. Итак, выпьем, товарищи, разом выпьем вперед всего за святую православную веру, чтобы пришло наконец такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде бы была одна святая вера, и все, сколько ни есть бусурменов, все бы стали христианами. да заодно же разом выпьем и засечь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурменству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один на одного лучше, один на другого краше, да уже вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, которые не постыдили товарищества и не выдали своих, так за веру, пане братове, за веру! За веру загомонели все, стоявшие в ближних рядах густыми голосами, за веру подхватили дальние и все, что ни было и старое и молодое, выпила за веру. Засичь, сказал Тарас и высоко поднял над головой руку, засичь, отдалось огусто в передних рядах, засичь, сказали тихо старые могучие седые усом и встрепенувшись как молодые соколы повторили молодые засичь и слышала далече поле как поминали казаки свою сечь теперь последний глоток товарищи за славу и всех христиан какие живут на свете и все казаки до последнего в поле выпили последний глоток в ковшах за славу и всех христиан какие не есть на свете и долго еще повторялось во всем рядам промеж всеми куренями за всех христиан какие не есть на свете уже пусто было в ковшах а все еще стояли казаки поднявши руки как орлы озирали они вокруг себя очами все поле и чернеющую вдали судьбу свою будет будет все поле с облогами и дорогами покрыто торчащими их белыми костями щедро обмывшись казацкою их кровью и покрывшись разбитыми вазами расколотыми саблями и копьями далече раскинутся чубатые головы с перекрученными и запекшимися в крови чубами и запущенными книзу усами будут налетев орлы выдирать и выдергивать из них казацкие очи но добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге не погибнет не погибнет ни одно великодушное дело и не пропадет как малая порошинка с ружейного дула казацкая слава будет будет бондурист седою по грудь бородою а может еще полный зрелого мужества но белоголовый старец вещим духом и скажет он про них свое густое могучее слово и пойдет дыбом по всему свету о них слава и все что не народится потом заговорит о них ибо далеко разносится могучее слово будучи подобно гудящей колокольной меди в которую много повергнул мастер дорогого чистого серебра чтобы далече по городам лагунам палатам и весям разносился красный звон взывая равно всех на святую молитву городе не узнал никто что половина запорожцев выступила в погоню за татарами с магистратской башни приметили только часовые что потянулась часть вазов в лес но подумали что казаки готовились сделать засаду тоже думал и французский инженер а между тем слова Кашевого не прошли даром и в городе оказался недостаток в съестных припасах по обычаю прошедших веков войска не разочли сколько им было нужно попробовали сделать вылазку но половина смельчаков была тут же перебита казаками а половина прогнана в город ни с чем жиды однако же воспользовались вылазкою и пронюхали все куда и зачем отправились запорожцы и с какими военачальниками и какие именно курини и сколько их числом и сколько было оставшихся на месте и что они думают делать словом через несколько уже минут в городе все узнали полковники ободрились и готовились дать сражение Тарас уже видел по тому движению и шуму в городе и расторопно хлопотал строил раздавал приказы и наказы уставил в три таборы курни обнесших вазами в виде крепостей рот битвы в которых бывали непобедимые запорожцы и когда все было сделано как нужно сказал речь казакам не для того чтобы ободрить и освежить их знал что и без того крепки они духом а просто самому хотелось высказать все что было на сердце хочется мне вам сказать панове что такое есть наше товарищество вы слышали от отцов и дедов в какой части у всех была земля наша и грекам дала знать себя из царьграда брала червонцы и города были пышные и храмы и князья князья русского рода свои князья а не католические недоверки все взяли мусульманы все пропало остались только мы сирые да как вдовица после крепкого мужа сирая так же как и мы земля наша вот в какое время подали мы товарищи руку на братство вот что такое есть наше товарищество нет уз святее товарищества отец любит свое дитя мать любит свое дитя дитя любит отца и мать но это не то братцы любит и зверь свое дитя но породниться родством по душе а не по крови может один только человек есть и в других землях товарищи но таких как в русской земле нет таких товарищей вам случалось не одному по ногу пропадать на чужбине видишь и там люди такой же божий человек и разговоришься с ним как своим а как дойдет до того чтобы поведать сердечное слово видишь нет умные люди да не те такие же люди да не те нет братцы так любить как русская душа не может никто любить не то чтобы умом или чем нибудь другим а всем всем чем дал бог что не есть у тебя нет так любить никто не может знаю подло завелось теперь в нашей земле но и у последнего подлюки каков он не есть хоть весь извалялся он в саже и поклонничестве есть и у того братцы частица русского чувства и проснется оно когда-нибудь ударится он горемычный а полы руками схватит свою голову проклявши громко подлую жизнь свою готовы мухами искупить позорное дело пусть же знают они все что значит в русской земле товарищество уж если на то пошло чтобы умирать так никому из них не доведется так умирать никому никому не хватит у них на то машиной натуры их так говорил атаман и когда кончил речь все еще потрясал посеребрившуюся в казацких делах головою всех кто не стоял разобрала сильно такая речь дошед далеко до самого сердца самые старейшие в рядах стали неподвижны потупив седые головы землю слеза тихо накатывалась в старых очах медленно отирали они и рукавом и потом все как будто сковорившись махнули в одно время рукою и потрясли бывалыми головами знать видно много напомнил им старый Тарас знакомого и лучшего что бывает на сердце у человека умудренного горем трудом удалью и всяким невзгодием жизни или хотя и не познавшего их но много почуявшего молодую жемчужную душою на вечную радость старцам родителям родившим их по горам карпатских метели зовется сильные морозы зимою трещат по горам карпатских метели зовется а из города уже выступала неприятельское войско гремя в летавры трубы и подбоченившись выезжали паны окруженные несметными слугами толстый полковник отдавал приказы и стали наступать они тесно на казацкие таборы грозя нацеливаясь песчанями сверкая очами и блеща медными доспехами как только увидали казаки что подошли они наружейный выстрел все разом грянули и всеми пятны пищали и не перерывая все полили они из пищали далеко понеслось громкое хлопание по всем окрестным полям и нивам сливаясь в беспрерывный гул дымом затянуло все поле а запорожцы все полили не переводя духу задние только заряжали да передавали передним наводям изумление на неприятеля не могшего понять как стреляли казаки не заряжая оружием уже не видно было за великим дымом обнявшим то и другое воинство не видно было как то одного то другого не ставало в рядах но чувствовали ляхи что густо летели пули и жарко становилось дело и когда попятились назад чтобы посторониться от дыма и оглядеться то многих не досчитались в рядах своих а тем временем иноземный капитан сам взял в руки фитиль чтобы выпалить из величайшей пушки какой никто из казаков не видывал до толи страшно грянула она широкою пастью и тысячи смертей глядела оттуда и как грянула она а за нею следом три другие четырехкратно потрясши глухо ответную землю много нанесли они горя не по одному казаку взрыдает старая мать ударяя себя костистыми руками в дряхлый персий не одна останется вдова в глухове немирове чернигове и других городах будет сердечное выбегать всякий день на базар хватаясь за всех проходивших распознавая каждого из них в очи нет ли между их одного милейшего всех но много пройдет через город всякого войска и вечно не будет между ними одного милейшего всех милейшего ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Как закипел куренной атаман Кукубенко, увидевший, что лучшей половины куреня его нет, разом вбился он с остальными своими незамайковцами в самую середину и в гневе иссек в капусту первого попавшегося. Многих конников сбил с коней, доставший копьем и конника и коня, пробрался к пушкарям и уже отбил одну пушку, а уж там видит, хлопочет уманский куренной атаман. И Степан Гуско уже отбивает главную пушку. Оставил он тех казаков и поворотил своими в другую неприятельскую гущу. Так, где прошли незамайковцы, так там и улица, где поворотились, так уж там и переулок. Так и видно, как рядели ряды, и снопами валились ляхи. А у самых вазов Вовтузенко, а впереди Череваченко, а у дальних вазов Дегтяренко, а за ним куренной атаман Вертихрист. Двух уже шляхтичей поднял на копье Дегтяренко, да напал, наконец, на неподатливого третьего. Уверхлив и крепок был ляк, пышной сбруей украшен, и пятьдесят одних слух привел с собой. Согнул он крепко Дегтяренко, сбил его на землю и уже замахнулся на него саблей крича. Нет из вас, собак-казаков, ни одного, кто бы посмел противустать мне. А вот есть же, сказал и выступил вперед Мосьйшило. Сильный был он казак, не раз атаманствовал на море и много натерпелся всяких бед. Так есть же такие, которые бьют вас, собак, сказал он, ринувшись на него, и уж так-то рубились они. И наплечники изерцала погнулись у обоих от ударов. Разрубил на нем в ражей лях железную рубашку, достав лезвием самого тела. Зачервонела казацкая рубашка, но не поглядел на то шило и замахнулся всей жилистой рукой, тяжела была коренастая рука, и оглушил его внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался и грянулся лях. А шило принялся рубить и крестить оглушенного. Не добивай, казак, врага, а лучше поворотись назад. Не поворотился казак назад, и тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею. Поворотился шило, и уж достал было смельчака, но он пропал в пороховом дыме. Со всех сторон поднялось хлопанье из самопалов, пошатнулся шило, и почуял, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам, Прощайте, паны, братья, товарищи, пусть же стоит на вечные времена Православная русская земля, и будет ей вечная честь. И зажмурил слабшие свои очи, и вынеслась казацкая душа из сурового тела. А там уже выезжал задорожный своими, ломил ряды куренной в рты хвист, и выступал галаган. А что, паны, сказал Тарас, прикликнувшись с куриными, Есть еще порох в пороховницах, не ослабела ли еще казацкая сила, не гнутся ли казаки? Есть еще, батька, порох в пороховницах, не ослабела еще казацкая сила, еще не гнутся казаки. И наперлись сильно казаки, совсем смешали все ряды. Низкорослый полковник ударил сбор и велел выкинуть восемь малеванных знамен, Чтобы собрать своих, рассыпавшихся далеко по всему полю. Все бежали ляхи к знамерам, но не успели они еще выстроиться, Как уже куренной атаман Кукубенко ударил вновь своим незамайковцами в середину И палил прямо на толстопузового полковника. Не выдержал полковник и поворотил коня, пустился вскачь, А Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев, то с бокового куреня Степан узко пустился ему на фереме И с арканом в руке, всю пригнувши голову к лошадиной шее И улучивши время, с одного раза накинул аркан ему на шею. Весь побагровел полковник, ухватясь за веревку обеими руками, Истили разорвать его, но уже дюжий размах Вогнал ему в самый живот гибельную пику. Там и остался он, пригвожденный к земле. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Казаки, казаки, не выдавайте лучшего цвета вашего войска Уже обступили Кукубенко Уже семь человек только осталось из-за всего незамайковского куреня Уже и те отбиваются через силу Уже окровавилась на нем одежда Сам Тарас, увидев беду, поспешил на выручку Но поздно подоспели казаки Уже успело ему углубиться под сердце Копье, прежде чем были отогнаны обступившие его враги Тихо склонился он на руки подхватившим его казакам И хлынула ручьем молодая кровь, подобно доброму вину Которая несли в скленном сосуде из погреба Неосторожные слуги поскользнулись тут же у входа И разбили дорогую сулею Все разлилось на землю вино И схватил себя за голову прибежавший хозяин Сберегавший его про лучший случай в жизни Чтобы, если приведет Бог на старости лет Встретиться с товарищем юности То, чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее Иное время, когда иначе и лучше веселился человек Повел Кукубенко вокруг себя очами И проговорил Благодарю Бога, что довелось мне умереть При ваших глазах, товарищи Пусть же после нас живут еще лучше Еще лучше, чем мы И красуется вечно любимая Христом Русская земля И вылетела молодая душа Подняли ее ангелы под руки И понесли к небесам Хорошо ему будет там Садись, Кукубенко О десную дине Скажет ему Христос Ты не изменил товариществу Бесчестного дела не сделал Не выдал в беде человека Хранил и сберегал мою церковь И рванулись снова казаки так Как бы потерь никаких не потерпели Уже три только куриных атамана Осталось в живых Червонели уже всюду красные реки Высоко гатились мосты Из казацких и вражьих тел Взглянул Тарас на небо А уж по небу потянулись Вереница кречетов Ну будет кому-то поживо А уж там подняли На копье Метелыцу Уже голова другого Пысаренко Звертевшись Захлопала очами Уже подломился и бухнулся о землю Начетверо изрубленный Охрем Луско Ну Сказал Тарас и махнул платком Понял тот знак Остап И ударил сильно Вырвавшись из засады В конницу Не выдержали Сильного напору ляхи А он их гнал и нагнал Прямо на место Где были убиты В землю копья И обломки копьев Пошли спотыкаться И падать кони И лететь через их головы Ляхи А в это время Корсунцы Стоявшие последние за вазами Увидевших что уже Достанет ружейная пуля Грянули вдруг из самопалов Все сбились и растерялись ляхи И приободрились казаки Вот и наша победа Раздались со всех сторон Запорожские голоса Затрубили в трубы И выкинули победную хору Везде бежали и крылись Разбитые ляхи Ну Нет Еще не совсем победа Сказал Тарас Глядя на городские ворота И сказал он главу Отворились ворота И вылетел оттуда Гусарский полк Краса всех конных полков Под всеми всадниками Были все как один Бурые аргамаки Впереди других понесся Витязь всех бойчей Всех красивей Так и летели черные полосы Из-под медной его шапки Вился завязанный на руке Дорогой шарф Шитый руками первой красавицы Так и оторопел Тарас Когда увидел Что это был Андрей А он между тем Объятый пылом и жаром Битвы Жадный заслужить Навязанный на руку Подарок Понесся как молодой Борзой пес Красивейший Быстрейший И молодший всех В стае Оттукнул на него Опытных охотник И он понесся Пустив прямой чертой По воздуху свои ноги Весь покосившись Набок всем телом Взрывая снег И десять раз Выпереживая Самого зайца В жару своего бега Остановился Старый Тарас И клялул на то Как он чистил Перед собой дорогу Разгонял Рубил И сыпал удары Направо и налево Не вытерпел Тарас И закричал Как Своих Своих Чёртов Сын Своих Бьёт Но Андрей Не различал Кто перед ним был Свои или другие Какие Ничего не видел он Кудри Кудри он видел Длинные Длинные Кудри И подобную Речному лебедю Грудь И снежную шею И плечи И всё Что создано Для безумных Поцелуев Позагнался на коне Андрей И чуть было уже Не настигнул Голокопытенко Как друг Чья-то сильная Рука Ухватила За повод Его коня Оглянулся Андрей Перед ним Тарас Затрясся Он Всем телом И вдруг Стал Бледен Так Ярость Подобно Ему В один Миг Пропал Как бы Не бывал Вовсе Гнев Андрея И видел он Перед собою Одного Только Страшного Отца Ну Что мы Теперь Будем делать Сказать Сказал Тарас Смотря Прямо Ему В очи Но Ничего Не знал На то Сказать Андрей И стоял Утупивший В землю Очи Что Сынку Помогли Тебе Твои Ляхи Андрей Был Безмолвен Так Продать Продать Своих Продать Веру Стой Слезай С коня Покорно Как ребенок Слез он С коня И остановился Ни жив Ни мертв Перед Тарасом Стой И не шевелись Я тебя Породил Я тебя И убью Сказал Тарас И отступившись Шаг Назад Снял С плеча Ружье Бледный Как полотно Был Андрей Видно было Как тихо Шевелили С уста Его И как он Произносил Чье-то имя Но это Не было Имя Отчизны Или Матери Или братьев Или братьев Это было Имя Прекрасной Полячки Тарас Выстрелил Выстрелил Ни одного Ни одного Слова Рыцар Писаренко Писаренко Бежит Бегом Уже Без Коня Где ты Батьку Ищут тебя Казаки Уж убит Куренные Атаманны Вилычки Задорожный Убит Червыченко Убит Но стоят Казаки Не хотят Умирать Не увидев Тебя в очи Хотят Чтобы взглянул Ты на них Перед Смертным Часом Но не выехали Они еще Из лесу А уж Неприятельская Сила Кружила Со всех Сторон Лес И Меж деревьями Везде Показались Всадники С саблями И копьями Рубится И бьется Тарас Сыплет Гостинцы Тому и другому На голову А сам Глядит Все вперед На Остапа И видит Что уже Вновь Схватились С Остапом Мало Не восьмеро Разом Остап Остап Не поддавайся Но уж Одолевают Остапа Уже один Накинул ему На шею Аркан Уже вяжут Уже берут Остапа Остап Остап Кричал Тарас Пробиваясь Илькнувшими Ему Самые Очи И грохнулся Он Как подрубленный Дуб На землю И туман Покрыл Его Очи Долго Я спал Сказал Тарас Очнувшись Как после трудного Хмельного сна И стараясь Распознать Окружавшие Его предметы Страшная Слабость Одолевала Его члены Едва Метались Перед ним Стены И углы Незнакомой Светлицы Наконец Заметил он Что перед ним Сидел Товкач И казалось Прислушивался Ко всякому Его дыханию Да Подумал Про себя Товкач Заснул бы Ты Может быть И навеки Но Ничего Не сказал Погрозил Пальцем И дал Знать Молчать Так Скажи Скажи Мне Где я Теперь Спросил Опять Тарас Напрягая Ум И стараясь Припомнить Бывшее Молчишь Прикрыкнул Сурово На него Товарищ Чего тебе Хочется Знать Разве Ты не Видишь Что Весь Изрублен Уже Две Недели Как мы С тобой Скачем Не переводя Духу И как Ты В горячке Из Жару Несешь Игородишь Чепуху Вот Первый Раз Заснул Спокойно Молчишь Если Не хочешь Нанести Себе Обиду Но Тарас Все Старался И силился Собрать Свои Мысли И Припомнить Бывшее Да Ведь Меня Жи Схватили И окружили Было Совсем Ляхи Мне Ж Не было Никакой Возможности Выбиться Из толпы Молчи Говорят Тебе Чертова Детина Закричал Товкач Сердито Как Нянька Выведенная Из терпения Кричит Неугомонному Повесь Ребенку Ну что Пользы Знать Тебе Как Выбрался Довольно Того Что Выбрался Нашлись Люди Которые Тебя Не выдали Ну и Будет С тебя Нам Еще Немало Ночей Скакать Вместе Ты Думаешь Что Пошел За простого Казака А Остап Вдруг Скрикнул Тарас Понатужился Приподнялся И вдруг Вспомнил Как Остапа Схватили И связали В глазах Ему И что Он теперь Уже В ляжских Руках И обняло Горе Старую Голову Сорвал Он издернул Все перевязки Ран своих Бросил их Далеко Прочь Хотел Громко Что-то Сказать И вместо Того Понес Чепуху Жар И бред Вновь Овладели Им И понеслись Без толку И связи Безумные Речи А между тем Верный товарищ Стоял Перед ним Бронясь И рассыпая Без счету Жестокие Укорительные Слова И упреки Наконец Схватил Его Он За ноги И руки Спеленал Как ребенка Поправил Все перевязки Увернул Его Воловью Кожу Увязал В лупки И прикрепивши Веревками К седлу Помчался Вновь С ним В дорогу Хоть Неживого Да Довезу Тебя Не попущу Что бляхи Поглумились Над твоей Казацкой Породою На куски Рвали бы Твое тело Добросали Его В воду Пусть же Хоть и будет Орел Высмыкивать Из твоего Лоба Очи Да Пусть же Степовой Наш Орел Аниляшский Не тот Что прилетит Из польской Земли Хоть Неживого Отдовезу Тебя До Украины Так Говорил Верный Товарищ Скакал Без отдыху Дни и ночи И привез Его Бесчувственного В самую Запорожскую Сечь Там Принялся Он Лечить Его Неутомимо Травами Смачиваниями Нашел Какую-то Знатную Жидовку Которая Месяц Поила Его Разными Снадобьями И Наконец Тарасу Стало Лучше Лекарствовали Или Своя Железная Сила Взяла Верх Только Он Через Полтора Месяца Стал На Ноги Раны Зажили И Только Одни Сабельные Рубцы Давали Знать Как Глубоко Когда-то Был Ранен Старый Казак Однако Ж Заметно Стал Он Пасмурен И Печален Три Тяжелые Морщины Насунулись На Которые Стояли За Правое Дело За Веру И Младство И Те Которые Отправились С Кашевым В угон За Татарами И Тех Уже Не Было Давно Все Положили Головы Все Сгибли Кто Положив На Самом Бою Честную Голову Кто От Безводья И Безхлебья Среди Крымских Солнечков Кто В Плену Пропал Не Вынесши Позора И Самого Прежнего Кашевого Уже Давно Не Было На Свете И Никто Из Старых Товарищей И Уже Давно Поросла Травою Когда-то Кипевшая Казацкая Сила Слышал Он Только Что Был Пир Сильный Шумный Пир Вся Перебита В Дребезги Посуда Нигде Не Осталась Вина Ни Капли Расхитили Гости И Слуги Все Дорогие Кубки И Сосуды И Смутный Стоит Хозяин Дома Думая Лучше Бы Не Было Того Пира Напрасно Старались Занять И Развеселить Тараса Напрасно Бородатые Седые Бондуристы Проходя По Два И По Три Расславляли Его Казацкие Подвиги Сурово И Равнодушно Глядел Он На Все И На Неподвижном Лице Его Выступала Неугасимая Горесть И Тихо Понурив Голову Говорил Он Сын Мой Остап Остап Сын Коней Корня Голи Остап 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 Коней Ох Ох Ты Мой Остап 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 Я Щ Ти Я Ти Не Пьешь В Запорожцы собирались на морскую экспедицию. Двести челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их с бритыми головами и длинными чубами, и придававшими мечу и огню цветущие берега ее. Видела чалмы своих магометанских обитателей раскибанными, подобно ее бесчисленным цветам на смоченных кровью полях и плававшими у берегов. Она видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запорожцы переели и переломали весь виноград. В мечетях оставили целые кучи навозу. Персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими запачканные свитки. Долго еще после находили в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они весело плыли назад, за ними гнался десятипушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц, утлы их челны. Третья часть их потонула в морских глубинах, но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с двенадцатью бочонками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Он уходил в луга и степи, будто бы за охотою, но заряд его оставался невыстреленным. И, положив ружье, полной тоски, садился он на морской берег. Долго сидел он там, понурив голову, и все говоря, Остап мой, Остап мой. Перед ним расстилалось и сверкало черное море, в дальнем тростнике кричали чайки, белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другою. И не выдержал, наконец-то, раз. Что бы ни было, пойду разведать, где он, жив ли он, в могиле, или уже и в самой могиле нет его. Разведаю во что бы то ни стало. В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков этой страшной грозы предприимчивых людей. И потому всякий мог вести, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск и ревизовку, то делал это большую частью для своего собственного удовольствия, особливо, если на вазу находились заманчивые для глаз предметы, и если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота. Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики, возниц и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавший несколько кругов, в темную узенькую улицу, носившую название «Грязной» и вместе «Жидовской», потому что здесь действительно находились жиды почти всей Варшавы. Куча жиденков, запачканных, оборванных, с курчавыми головами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жид с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна, тотчас оговорил с Янкелем о своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. И когда Бульба выкарабкался, наконец, из-под кирпича, он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром. Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано, что его остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но, однако же, он надеется доставить ему свидание. Бульба вошел с тремя жидами в комнату. Жиды начали опять говорить между собой на своем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого из них. Что-то, казалось, сильно потрясло его. На грубом и равнодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, надежды той, которая посещает иногда человека в последнем градусе отчаяния. Старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши. «Слушайте, жиды!» Сказал он, и в словах его было что-то восторженное. «Вы все на свете можете сделать. Выкопайте хоть из дна морского». И пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть. «Освободите мне моего Остапа. Дайте случай убежать ему от дьявольских мук. Вот я этому человеку обещал 12 тысяч червонных. Я прибавлю еще 12. Все, какие у меня есть дорогие кубки и закопанные в землю золото, хату и последнюю одежду продам и заключу с вами контракт на всю жизнь с тем, чтобы все, что не добуду на войне, делить с вами пополам». «О, не можно, любезный пан, не можно, сказал со вздохом Янкель, не можно, сказал другой жид». Все три жида взглянули один на другого. «А попробовать, сказал третий, боязливо поглядывая на двух других, может быть, Бог даст?» И все три жида заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать. Он слышал только часто произносимое слово «Мардахай» и больше ничего. «Слушай, пан, сказал Янкель, нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. У-у-у, тот такой мудрый, как Соломон, о-у-у, и когда он ничего не сделает, то уж никто на свете не сделает. Сиди тут, вот ключ, и не впускай никого». жиды вышли на улицу. Тарас запер дверь и смотрел маленькая кошечка на этот грязный жидовский проспект. Три жида остановились посреди улицы и стали говорить довольно азартно. К ним присоединился скоро четвертый, наконец, и пятый. Он слышал опять повторяемое «Мардахай, Мардахай», жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улицы. Наконец, в конце ее из-за одного дренного дома показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полукофтания. «А, Мардахай, Мардахай!» закричали все жиды в один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, с преогромной верхней губой приблизился к нетерпеливой толпе и все жиды на перерыв спешили рассказать ему, причем Мардахай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко и Тарас догадывался, что речь идет о нем. Мардахай размахивал руками, слушал, прервал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукофтания, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал прескверные свои панталоны. Наконец, все жиды подняли такой крик, что жид, стоявший настороже, должен был дать знак к молчанию. Тарас уже начал опасаться за свою безопасность, но, вспомнивши, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился. Минуты две спустя жиды вместе вошли в его комнату. Мордахай приблизился к Тарасу, потрепал его по плечу и сказал, когда мы да Бог захочем сделать, то уже будет так, как нужно. Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не было на свете, и получил некоторую надежду действительную. Вид его мог внушить некоторое доверие. верхняя губа у него была просто страшилище. Толщина ее, без сомнения, увеличилась от посторонних причин. В бороде у этого Соломона было только 15 волосков и то на левой стороне. На лице у Соломона было столько знаков побоев, полученных за удальство, что он без сомнения давно потерял счет им и привык их считать зародимые пятна. Мордахай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении. Он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, непоколебимый, крепкий, как дуб. Он был малодушен, он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показавшейся в конце улицы. В таком состоянии пробыл он наконец весь день. Не ел, не пил, и глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец, уже в вечеру поздно показался Мардахай и Янкель. Сердце Тараса замерло. Что, удачно? спросил он с нетерпением дикого коня. Но прежде еще, нежели жиды, собрались с духом отвечать, Тарас заметил, что у Мардахая уже не было последнего локона, который, хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами из-под еломка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не понял, да и сам Янкель прикладывал очень часто руку к рту, как будто бы страдал простудою. О, любезный пан, сказал Янкель, теперь совсем не можно, ей-богу, не можно, такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мардахай скажет, Мардахай делал такое, какого еще не делал ни один человек на свете, но Бог не захотел, чтобы так было. Три тысячи войска стоят, и завтра их всех будут казнить. Тарас глянул в глаза жидам, но уже без нетерпения и гнева. А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так, чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и один левентарь обещался. Только пусть им не будет на том свете счастья. Ой, Вейзмир, что это за корыстный народ, и между нами таких нет. Пятьдесят червонцев я дал каждому, а левентарю... Хорошо, веди меня к нему, произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его душу. Он согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальневидный жид. Была уже ночь, хозяин дома, известный рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфек, накрытый какой-то рогожью, и разослал его на лавке для бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфеке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул полу кафтани и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился своей жидовкою во что-то похожее на шкаф. Двое жиденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал. Он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцем и по столу. Он держал в роту люльку и пускал дым, от которого жид с просонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янгеля. Вставай, жид, и давай твою графскую одежду. Одежда, убранная золотом, очи шла к нему. улицы еще спали, ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе с коробкой в руках. Бульба и Янгель пришли к строению имевшему вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее и с одной стороны его выкидывались как шеи аиста длинная узкая башня, наверху которой торчал кусок крыши. Это строение отправляло множество разных должностей. Тут были и казармы, и тюрьмы, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы или крытого двора. Около тысячи человек стояли вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которую сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони. Они мало обратили внимание на пришедших и повратили головы только тогда, когда Янкельс сказал, это мы, слышите, паны, это мы, ступайте, говорит один из них, отворяя одной рукой дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятия от него ударов. Они вступили в коридор узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверху. Кто идет, закричало несколько голосов, и Тарас увидел порядочное количество гайдуков в полном вооружении. Нам никого не велен пускать. Это мы, кричал Янкель, ей богу, мы ясные паны. Но никто не хотел слушать. К счастью, в это время подошел какой-то толстяк, который по всем приметам казался начальником, потому что ругался сильнее всех. Пан, это же мы, вы уже знаете нас, и пан граф будет благодарить. Пропустите сто дьяволов чертовой матки и больше никого не пускайте. До сабли, чтобы никто не скидал и не собачился на полу. Это я, это свои, говорил Янкель, встречаясь со всяким. А что можно теперь, спросил он одного из стражей, когда они наконец подошли к тому месту, где коридор уже оканчивался. Можно, только не знаю, пропустят ли вас самую тюрьму, теперь уже нет Яна, вместо его стоит другой, отвечал часовой. Ай-яй, произнес тихо жид, это скверно, любезный пан. Веди, произнес упрямо Тарас, жид повиновался. У дверей подземелья, оканчивающихся кверху острием, стоял гайдук с усами в три яруса. Верхний ярус усов шел назад, другой прямо вперед, третий вниз, что делало его очень похожим на кота. Жид съежился в три погибели и почти боком подошел к нему ваша ясновельможность, ясновельможный пан. Ты, жид, это мне говоришь? Вам, ясновельможный пан. А я просто гайдук, сказал трехъярусный усач с повеселевшими глазами. А я ей богу думал, что это сам воевода. Ай-яй-яй-яй. При этом жид покрутил головой и расставил пальцы. Ай, какой важный вид. Ай, ей богу, полковник, совсем полковник. Вот еще бы, только на палец прибавить, то и полковник. Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, как муха, да и пусть муштрует полки. Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем глаза его совершенно развеселились. Что за народ военный, а, продолжал жить, ай-яй-яй, ой-мей-мир, что за народ хороший, шнурочки, бляшечки, так от них блестит, как от солнца, только увидят военный, ай-яй-яй. Жид опять покрутил головою, Гайдук завил рукой верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание. Прошу пана оказать услугу, произнес жид. Вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на казаков, он еще сроду не видел, что это за народ казаки. Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно завлекаемый единственным любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы. Московию и Украину они почитали уже находящимися в Азии и потому Гайдук, поклонившись довольно низко, почел приличным прибавить несколько слов от себя. Я не знаю ваша ясновельможность, говорил он, зачем вам хочется смотреть их? Это собаки, а не люди. И вера у них такая, что никто не уважает. Врешь ты, чертов сын, сказал Бульба, сам ты собака, как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают, это вашу еретическую веру не уважают. Сказал Гайдук, а я знаю приятель, ты кто? Ты сам из тех, которые уже сидят у меня. Постой же, я позову сюда наших. Тарас увидел свою неосторожность, но упрямство и досада помешали ему подумать о том, как бы исправить это. К счастью, Янкель в ту же минуту успел подвернуться. Ясно, вельможный пан, ну как же можно, чтобы граф да был казак? А если бы он был казак, то где бы он достал такое платье и такой вид графский? Рассказывай. Рассказывай себе. И Гайдук уже растворил было широкий рот свой, чтобы крикнуть, ваше королевское величество, молчите, 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 ради бога, закричал Янкель, молчите, мы уже вам за это заплатим так, как еще никогда не видывали. Мы дадим вам два золотых червонца. Э-э-э, два червонца. Два червонца мне нипочем. Я цирюльнику даю два червонца за то, чтобы мне только половину бороды выбрел. Сто червонных давай, жид. Тут Гайдук закрутил верхние усы. А как не дашь ста червонных, сейчас закричу. И на что бы так много, на что бы так много, горестно сказал побледневший жид, развязывая кожаный мешок свой, но он счастлив был, что в его кошельке не было боли и что Гайдук далее ста не умел считать. Пан, пан, уйдем отсюда, уйдем скорее. Видите, какой тут нехороший народ, сказал Янкель, заметивший, что Гайдук, перебирая на руке деньги, как бы жалея о том, что не запросил более. Что ж ты, чертов Гайдук, сказал Бульба, деньги взял, а показать и не думаешь. Нет, ты должен показать уж, когда деньги получил, то ты не вправе теперь отказать. Ступайте, ступайте к дьяволу, а не то я сию минуту дам знать и вас тут. Пан, пан, пойдем, пойдем, ей-богу, пойдем. Цурим, пусть им приснится такое, что плевать нужно, кричал бедный Янкель. Бульба, медленно потупив голову, обратился и шел назад преследуемый укором Янкеля, которого ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах. И на что бы трогать, ну пусть бы собака бронился, то уже такой народ, что не может не брониться. Ой, Веймир, какое счастье посылает Бог людям. Сто червонных зато только что прогнал нас, а наш брат ему и пейсики оборвут, и из морды сделают такое, что и глядеть не можно. А никто не даст ста червонных, о, Боже, мой, Боже, мой милосердный. Но неудача эта гораздо более имела влияние на бульбу. Она выражалась пожирающим пламенем в его глазах. «Пойдем», – сказал он вдруг, как бы встряхнувшись, – «пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить». «Ой, пан, зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже». «Пойдем», – упрямо сказал бульба и жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним. Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать. Народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали с просонья так громко, как только может кричать пьяный гусар. Не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. «Ах, какое мучение!» Кричали из них многие с истерической лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь. Однако же, простаивали иногда довольное время. Иной и рот разинув, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. И из толпы узких и небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари, но большая часть была таких, которые на весь мир и на все, что не случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу. На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич или казавшийся шляхтичем в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него ни было, так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висела у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с коханкой своей Юзысяю и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замарал ее шелкового платья. Он ей растолковывал совершенно все так, что уже решительно не можно было ничего прибавить. Вот это душечка Юзыся, говорил он. Весь народ, что вы видите, пришел за тем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот душечка, что вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты, то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив. А как отрубит голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться. Но как только отрубит голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить от того, что у него душечка уже больше не будет головы. И Юзыся все это слушала со страхом и любопытством. И крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали пристранные рожи в усахе, в чем-то похожем на чепчики. На балконах под балдахином сидело аристократство. Хорошенькая ручка, смеющаяся, блистающая, как белый сахар, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп в блестящем убранстве с откидными назад рукавами подносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалуния с черными глазами, схватившись светлой ручкой своею пирожное и плоды, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла на подхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшись из толпы своей головою в полинялом красном кунтуше с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый с помощью длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса, ведут, ведут казаки. Звукачика 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 Они шли с открытыми головами, с длинными чубами, Бороды были их отпущены Они шли не боязливо, неугленно, но с какой-то тихой горделивостью Их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскучими Они не глядели и не кланялись народу Впереди всех шел Остап Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его Они приблизились уже к лобному месту Остап остановился Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу Он глянул на своих Поднял руку вверх И произнес громко Дай же, Боже Чтобы все Какие тут не стоят еретики Не услышали Нежели нечестивые Как мучится христианин Чтобы ни один из нас Не проронил ни одного слова После этого он приблизился к кашафоту Добрый сынку Добрый, сказал тихо Тарас И уставил землю С подверг седую голову Палач Не чуя человечество Напрасно Некоторые Немногие Бывшие исключением Из века Являлись противниками Сих ужасных мер Напрасно Короли Многие Рыцари Просветленные Умом и Душою Представляли Что подобная Жестокость Наказаний Может только Разжечь Мщение Казацкой Нации Но власть Короля И умных Мнений Была Ничто Перед беспорядком И дерзкою Ворю Государственных Магнатов Которые Своей Необдуманностью Непостижимым Отсутствием Всякой Дальновидности Детским Самолюбием И ничтожной Гордостью Превратились Сейм В сатиру Направления Остап Выносил Терзание И пытки Как Исполин Ни крика Ни стону Не было слышно Даже тогда Когда стали Перебивать ему На руках И ногах Кости Когда ужасный Хрязк Их послышался Среди мертвой Толпы Отдаленными Зрителями Когда понянки Отворотили Глаза Свои Ничто Похожее На стон Не вырвалось Из уст Его Не дрогнулось Лицо Его Тарас Стоял В толпе Потупив Голову И в то же Время Гордо Приподнял Очи И одобрительно Только говорил Добрый сын Добрый Но когда Подвели его К последним Смертным мукам Казалось Как будто Стала Подаваться Его Сила И повел Он Очами Вокруг Себя Боже Все Неведомые Все Чужие Лица Хоть 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 Кто Нибудь Из Близких Присутствовал При Его Смерти Он Не хотел Был Слышать Рыдания И сокрушения Слабой Матери Или безумных Воплей Супруги Из Торгающей Волосы И Бьющей Себя Белой Груди Хотел Бы Он Теперь Увидеть Твердого Мужа Который Бы Разумным Словом Освежил Его И утешил При кончине И упал Он Силою И Воскликнул В душевной Немощи Батю Где Ты Слышишь Лишь ли Ты Меня Слышу 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 Слышу! Раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа одно время вздрогнул. Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа. Янкель побледнел, как смерть, и когда всадники немного отдалились от него, он со страхом обратился назад, чтобы взглянуть на Тараса. Но Тараса уже возле него не было. Его и след простыл. Отыскался след Тараса. 120 тысяч казацкого войска показалось на границах Украины. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Нет, поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа. Отсюду поднялись казаки. От Чигирина, от Переяслова, от Батурина, от Глухова, от Низови из стороны Днепровской и от всех его верховий и островов. Без счету кони и несметные таборы телег тянулись по полям. И между теми-то казаками, между теми восьмью полками, от Борни всех был один полк. И полком тем предводил Тарас пульба. Все давало ему перевес перед другими. И преклонные лета, и опытность, и умение двигать своим войском, и сильнейшая всех ненависть к врагам. Даже самим казакам казалась чрезмерная его беспощадная свирепость и жестокость. Только огонь до виселицу определяла седая голова его. И совет его в войсковом совете дышал только одним истреблением. Нечего описывать всех битв, где показали себя казаки. Не всего постепенного хода кампании. Все это внесено в летописные страницы. Известно, какова в русской земле война, поднятая за веру. Нет силы сильнее веры. Непреоборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно изменчивого моря. Из самой середины морского дна возносит она к небесам непреломные свои стены, вся созданная из одного цельного сплошного камня. Отсюду видна она и глядит прямо в очи мимо бегущим волнам и горе кораблю, который нанесется в нее. В летописных страницах изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобожденных городов, как были перевешены бессовестные арендаторы жиды, как славен был коронный Гетман Николай Потоцкий с многочисленной своей армией против этой непреодолимой силы. Как разбитый, преследуемый перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска, как облегли его в небольшом местечке полонном грозные казацкие полки и как приведенный в крайность польский Гетман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных чинов. И возвращение всех прежних прав и преимуществ. Но не такие были казаки, чтоб поддаться на то. Знали они уже, что такое польская клятва. И Потоцкий не красовался бы больше на шеститысячном своем аргамаке, привлекая взоры знатных пан и зависть дворянства. Не шумел бы на сеймах, задавая роскошные пиры сенаторам, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство, когда вышли навстречу все попы в светлых золотых ризах, неся иконы и кресты, и впереди сам архиерей с крестом в руке и спас в пастырской митре. Преклонили казаки все свои головы и сняли шапки. Никого не уважили бы они на ту пору, ни же самого короля, но против своей церкви христианской не посмели и уважили свое духовенство. Согласился Гетьман вместе с полковниками отпустить Потоцкого, взявши с него клятвенную присягу оставить на свободе все христианские церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды казацкому воинству. Один только полковник не согласился на такой мир. Тот один был Тарас. Вырвал он клок волос из головы своей и вскрикнул «Эй, Гетьманы, полковники, не сделайте такого бабьего дела! Не верьте ляхам! Продадут псяюхи!» Когда же полковой писарь подал условия и Гетьман приложил свою властную руку, он снял с себя чистый блат дорогую турецкую саблю из первейшего железа, разломил ее надвое, как трость, и кинул врозь далеко в разные стороны оба конца, сказав «Прощайте же! А к двум концам сего палаша не соединиться в одно и не составить одной саблей, так и нам, товарищи, больше не видаться на этом свете!» «Помяните же!» Площали мое слово! При всем слове голос его вырос, подымался выше, принял неведомую силу и смутились все от пороческих слов. «Перед смертным часом своим вы вспомните меня!» «Думаете, купили спокойствие и мир?» «Думаете, пановать станете?» «Будете пановать другим панованием!» «Стирут с твоей головы бедную кожу, набьют ее гречаную половую и долго будут видеть ее по всем ярмаркам!» «Не удержите и вы, пановые головы пропадете в сырых погребах и заборованные в каменные стены, если вас, как баранов, не сварят всех живыми в котах!» «А вы, хлопцы!» «Продолжал он, оборотившись к своим, кто из вас хочет умирать своею смертью не по запечьям и бабьим лежанкам, не пьяными под забором Ушенка подобно всякой падали, а честной казацкой смертью всем на одной постели, как жених Севестою, или, может быть, хотите воротиться домой да оборотиться в недоверков да возить на своих спинах польских ксензов? «За тобою, паны полковнику, за тобою!» вскрикнули все, которые были в Тарасовом полку и к ним перебежало немало других. «А коли за мною, так за мною же!» сказал Тарас. Надвинув глубже на голову себе шапку, грозно взглянул на всех остававшихся, оправился на коне своем и крикнул своим. «Не попрекнет же никто нас обидной речью!» «А ну, эй да хлопцы в гости к католикам!» «Католикам!» И вслед за тем ударил он по коню и потянулся за ним табор из стателек, и с ним много было казацких конников и пехоты, и, опоротясь, грозил зором всем оставшимся, и гневен был зор его. Никто не посмел остановить их. Ввиду всего боинства уходил волк и долго еще оборачивался до нас и все грозил, грозил, грозил. Смутные стояли гетчман и полковники, задумались и все и молчали долго, как будто теснимые, как будто теснимые каким-то тяжелым предвестием. Недаром провещал Тарас. Так все и сбылось, как он провещал. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневом, вздернута была голова гетчмана на кол вместе со многими из первейших сановников. А что же Тарас гулял по всей Польше своим полком, выжил 18 местечек, близ 40 костелов и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие земли и лучшие замки, распечатали и поразливали по земле казаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах, изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды, феутвари, находимые в кладовых. Ничего не жалейте, повторял только Тарас. Ничего не жалейте. широкое грале держит. Не уважили казаки чернобровых понянок, белогрудых, светлолицых девиц у самых алтарей не могли спастись они. Зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белосвежные руки подымались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвигнулось бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы от жалости долу. Но не внимали ничему жестокие казаки. И поднимая копьями из улиц младенцев их кидали к ним же в пламя. Это вам вражи ляхи. Поминки о Остапе приговаривал только Тарас. И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении, пока польское правительство не увидело, что поступки Тараса были побольше, чем обыкновенное разбойничество. И тому же самому Потоцкому порученном было с пятью полками поймать непременно Тараса. Наши боги За корень львов не журися Широко не журися Широко Придали новое волокое Стоит тюремя Вокруг Баскин ходит полоком Стоит армия На кроку Колобозин ходит Шесть дней уходили казаки проселочными дорогами от всех преследований едва выносили кони необыкновенное бегство и спасали казаков. Но Потоцкий на сей раз был достоин возложенного поручения. Неутомимо преследовал он их и настиг на берегу Днестра, где бульба занял для проздыха оставленную развалившуюся крепость. От самой круче у Днепра реки виднелась она своим оборванным валом и своими развалившимися останками стен. Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слететь вниз. Тут с двух сторон прилеглых к полю обступил его коронный гетман Потоцкий. Четыре дня бились и боролись казаки отбиваясь кирпичами и каменями но истощили запасы и силы и решился Тарас пробиться сквозь ряды и пробились было уже казаки и может быть еще раз послужили бы им верно быстрые кони как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул стой выпала люлька с табаком не хочу чтоб и люлька досталась вражьим ляхам и в походах А тем временем набежала вдруг в атака и схватила его под могучие плечи. Двинулся было он всеми членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. Эх, старость, старость, сказал он, и заплакал ты, белый старый казак. Но не старость была виною. Сила одолела силу. Мало не тридцать человек повисло у него по рукам и по ногам. Попалась ворона, кричали ляхи. Теперь нужно только придумать, какую бы ему собаке лучшую честь воздать. И присудили с ведьманского разрешения сжечь его живого в виду всех. Тут же стояло ногой дерево, вершину которого озбило громом. Притянули его железными цепями к древесному стволу, гвоздем прибили ему руки. И приподняв его повыше, чтобы отсюда был виден казак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас. Не об огне он думал, которым собирались сжечь его. Глядел он сердечный в ту сторону, где отстреливались казаки. Ему с высоты все было видно, как на ладони. «Занимайте, хлопцы! Занимайте скорее!» – кричал он. «Горку, что за лесом, туда не подступят они!» Но ветер не донес его слов. «Вот пропадут! Пропадут! Ни за что!» – говорил он отчаянно. И взглянул вниз, где сверкал Днестр. Радость плеснула в его очах. Он увидел выдвинувшихся из-за кустарника четыре кормы, собрал всю силу голоса, язычно закричал. «К берегу! К берегу, хлопцы! Спускайтесь под горной дорожкой, что налево у берега стоят челны! Все забирайте, чтобы не было погони!» Этот раз ветер дунул в другую сторону, и все слова были услышаны казаками. Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по голове, который переворотил все в глазах его. Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже казаки были на челнах и гребли веслами. Пули сыпались на них сверху, но не доставали. И вспыхнули радостные очи у старого атамана. «Прощайте, товарищи!» – кричал он им сверху. «Вспоминайте меня и будущей же весной пребывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте. Что взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть на свете что-нибудь, чего бы побоялся казак? Постойте же! Будет время! Придет время! Узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют близкие и дальние народы, поднимается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему. Огонь уже подымался над костром, захватывал его ноги и разослался пламенем по дереву. Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы переселила русскую силу? Немалая река Днестр и много на ней заводьев, речных густых камышей, отмелей и глубокодонных мест. Блестит речное зеркало, оглашенное звонким яченьем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем. И много куликов, краснозобых, курухтанов и всяких птиц в тростниках и на прибрежьях. Казаки живо плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно минули-отмели, спалашивая подымавшихся птиц. И говорили про своего атамана. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Субтитры создавал DimaTorzok